Энигма Хорошо Отлично Буду держать их сейчас Ой-ой-ой-ой, это сейчас тимвайт будет Закрилка Ой-ой-ой Не, ну это на вставочку, безусловно О, хорошо Я погиблый, походу успел я в принципе что происходит тимбай просто можно сейчас кстати очень хорошо сделать ой как хорошо я все нажал black hole пятерых просто давай давай лечь души всем привет дорогие друзья с вами xy нас и сегодня у нас новое видео гайдом гайд у нас будет на интересного и на персонажа которого очень редко используют просто в обычных играх почему я не знаю но прежде чем мы пойдем разбирать этот гайд конечно же хотелось бы выделить вот этих оставшихся спонсоров потому что к сожалению как вы знаете в ситуации в мире очень неприятно и они очень не хочется разговаривать и тем более какие-то вести другие темы ребятки очень не хотелось бы я если честно искренне желаю что все закончится очень хорошо и не будет никаких больше проблем и к сожалению везде из-за этой всей темы пошли вот эти проблемы и у ютуба и везде на других сетях тоже появились какие-то перебои конечно же мой канал также не стал так сказать каким-то супер мега ультра проблемным местом который бы которого бы не коснулась эта вся беда и сожалению везде монетизации и спонсорки все подключали и теперь мы сидим так сказать делаем как говорится бесплатно да то есть если некоторые люди зарабатывают на ютубе вот крупные блогеры да у кого там ru сегмент очень большой они очень многое теряет на самом деле это очень очень плохо но тем не менее есть еще спонсор ребята которые поддерживают и им огромное спасибо ребят также не забывайте про стримы в 19 по мск каждый вечер я стараюсь выходить на связь пока все это доступно поэтому ребятки спасибо всем еще кстати я выложу внизу ссылочку на телеграм потому что но мало ли что произойдет и чтобы мы все были на связи ребятки я за мир и поэтому хочу чтобы все было хорошо в общем ребят сегодня у нас гайд как вы поняли на энигму энигма очень кайфовый персонаж который позволяет у нас сделать такие вещи так переворачивать игры я сегодня постараюсь это показать в геймплей и конечно же мы сегодня в целом разберем как у нас все работает на этом персонажа именно как работает малый файс как работает у нас демоник конверсион как работает midnight пульс и как работает у нас black hole очень лютый очень сильный персонаж ребятки надеюсь катки вам понравится сегодня поиграем вообще энигма этот персонаж спорной роли на четверку этот персонаж абсолютно не годится этот персонаж славится в тот момент когда у него есть очень много артефактов но образно тот же даггер для реализации black hole и еще допустим рефреша гоним и плюс плюс чтобы душить оппонентов более грозно поэтому я считаю что на четверку этот персонаж средне подходит можно лесочек постоять подолбить либо пойти на центральную на центральный с помощью конверсии и долонов душить игру но это сегодня я покажу сыграем все-таки в двойке на четверке я тоже постараюсь что-то сделать и сыграем через лес будет три каточки и вот так вот все у нас будет идти в общем ребятки пожелаю всем приятного просмотра спасибо что смотрите от души всем спасибо за поддержку в это тяжелое время на самом деле я желаю чтобы все наладилось и все ребятки поехали смотреть теорию теорию не скипайте она реально очень интересная потому что тут есть множество нюансов которые хотелось бы вам донести все поехали итак ребятки первая способность на нашем персонаже это малы файс малый файс очень неприятная способность для персонажей который на которых будет накидываться эта способность потому Потому что это у нас микростаны, но с определенной у нас такой системой работы. И сейчас мы все это будем разбирать. Ходки у нас F. Прокачали мы данную способность. Длительность этой способности 6 секунд. Но у нас тут есть 3 стана, которые накидываются с интервалом в 2 секунды. То есть первый стан через 2 секунды второй и через 2 секунды третий. Вот такая вот неприятная способность. То есть если там кто-то забегает на вас и начинает душить, вы накидываете эту способность. И он такой как в колдснап. Только колдснап зависит от того, если атакуют персонажа, тот замедляется. То есть получает микростаны и так далее. А тут это у нас имеется на пассивной основе. Что ж, прокачали. Ходки у нас F. Дальность применения этой способности 600 единиц. И давайте закинем на вот этого эридара, который будет здесь вот так вот просто ходить. Закидываем. Пошел первый стан. Второй стан. Третий стан. Все. Он прошел весь малый файс. При этом еще при этих микростанах будет наноситься бонусный демэдж. В зависимости от уровня прокачки. Также тут длительность вот этого микростана, она также увеличится с уровнями прокачки. И сейчас мы все это будем разбирать. Выезжает табличка. Смотрите. Дальность применения 600 единиц. Количество оглушений 3. Интервал каждые 2 секунды. Урон за оглушение. То есть в зависимости от уровня прокачки у нас будет увеличиться урон. 25, 40, 55 и 70 единиц урона. На ласт уровне вы сможете нанести с одного такого оглушения. Длительность оглушения за интервал 0,25, 0,5, 0,75 и 1 секунда. То есть получается с интервалом в 2 секунды станется персонаж на 1 секунду. Даже это не микростан. Это уже реально рабочий стан. Потому что у Некролайта, например, стан на рипере 1,5 секунды. 0,5 секунд как бы разница. И все равно. То есть там реально стан. А тут получится микростан. Нет. Тут также получается стан. И длительность у нас, смотрите, 4 секунды. Хотя тут написано ласт 6 секунд. Типа длительность 6 секунд. Очень непонятно, почему так написано. Ну да ладно. Суть, я думаю, вы уловили. То есть в Малый Файс вкачали, допустим, в тройку. Накидываете на персонажа. И он вот так вот очень сильно подвержен вот этому микростанингу. И все. Крайний стан у нас прошел. Урон нанесся. И, конечно же, жестко. Совокупности урона можно много нанести. Реально. Вот на первом уровне 75. Все вместе. На втором 120. На третьем 165. И на четвертом 210 урона. Можно просто с этих микростанов нанести. Это реально очень много. Самое неприятное, что в этой способности, это, конечно, микростаны. Когда вы пытаетесь выйти с комбинированной способности с третьей. То есть мы там еще разберем. Я покажу вам комбинацию. Это очень тяжело выходить из этой способности. И просто Малый Файс, я считаю, один из самых неприятных спеллов. То есть я когда-то думал создать топ 5 самых неприятных способностей в доте. И по-любому эта способность заходила бы туда, потому что она реально очень неприятная. И просто жестко заставляет напрягаться во время драк. Ну и что ж. Монокосты. 110, 130, 150 и 160 маны. И перезарядка 15 секунд. То есть каждые 15 секунд вы можете использовать этот Малый Файс. Очень приятненько. Как работает эта способность на БКБшных юнитов? На БКБшных юнитов вы не сможете нажать эту способность. Потому что вы просто даже, ну, на БКБ просто не нажимается. Вот смотрите. Ну а если вы уже бросили эту способность на БКБшного юнита. То она будет работать, продолжаться, но она не будет наносить урон и не будет оглушать. То есть если, вот допустим, вы вот так вот закинули. И персонаж такой, ага, типа, ну вот все. Раз, нажал и он снял получается эту способность. То есть если вы заранее накинули, то есть вы смогли накинуть, но все равно ничего происходить не будет. То есть вот такая вот у нас способность. Также написано, вот эти станы можно легко развеивать. То есть обычным каким-нибудь развеанием. Там пресс-атак, это сильное развеяние. Или там, образно, диффуз, вы можете снимать эти микростанчики в линку Естественно, эта способность не работает То есть, допустим, если, допустим, напишем вот так Минус этой линке, 219, давайте, оп, 219 линка И, конечно же, закинем, то у нас, к сожалению, линка собьется И все, вы пропукали на энигме спел Вот такая, ребятки, у нас первая способность Надеюсь, она вам понятна Она также будет бить в инвиз, если вы накинули на оппонента И он зашел в инвиз, она его будет продолжать терроризировать Так что вот так, ребятки, вот такая вот у нас первая способность Давайте перейдем теперь на вторую Следующая способность на нашем персонаже, ребятки, это идолоны Идолоны, это у нас маленькие такие крипчики, которые с каждым уровнем прокачки становятся сильнее У них тут есть несколько нюансов по тому, как они размножаются И, конечно же, становятся сильнее С каждым уровнем прокачки они имеют большее количество здоровья Также имеют у нас большее количество урона, армора и обзора ночью и днем Также у нас скорость передвижения тут меняется с уровнем прокачки, и определённая есть награда за избиение этих идолончиков. Очень люблю, кстати, фармить этих идолонов, и когда Энигма против, если Энигма неопытная, она бывает иногда очень сильно кормит. Но тяжело ими не кормить, потому что они своеобразно маленькие по хитпоинтам, вот так вот выразимся. Что ж, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Хотки у нас С, прокачали мы этих идолончиков, и для того, чтобы их призвать, мы должны направить либо на крипов оппонентов, либо на своих крипов. При этом, если вы юзать будете на своих крипов, то, конечно же, вы заберёте у оппонента экспириенс, будет считаться, что вы добили этого крипа, и появятся у вас вот такие вот три маленьких идолончика, которые живут определённое количество времени. Они живут 35 секунд, конечно же, и у них есть приколюха. Они за эти 35 секунд могут размножиться, если нанесут определённое количество атак, а именно 6. Примечательно, атаки на этих идолонах вы должны совершать не по товарам, а либо по крипам, либо по героям, либо по вардам. И получается, потом они размножатся, но также у них длительность не увеличится. Их будет в два раза больше, но длительность такая же 35 и останется. К слову, у них и КД 35, то есть 35 идут, и 35, конечно же, 35 перезарядка. Вот такая вот у нас приколюха. Выведу вот такую вот табличку. Смотрите, это табличка по идолонам. На первом уровне здоровье идолона будет у нас 180, на втором 200, на третьем 220, на четвёртом 240. Сопротивление магии у идолонов у нас идёт 50%, тут написано. Но, смотрите, если мы почитаем, почитаем здесь, на нашей магии в игре, то написано 33 Magic Resistance. Типа, да, только 33% почему-то. Может это увеличится с уровнем прокачки? Нет, не увеличится. Но почему-то написано на сайте Айкапа, что резист 50% составляет, а тут написано 33. Очень странная тема, чему верить, я, если честно, не знаю. Это очень тяжело будет проверить, потому что там математические расчёты, а я, к сожалению, не математик. Я просто пытаюсь для вас объяснять, какие способности как работают. Но не суть. Смотрите, переходим к урону. Урон от атаки 16, 24, 24, 32, 34, 42 и 43, 51. Броня 2, 3, 4, 5 и скорость передвижения 250, 250, 260, 260. Длительность обзора день и ночь 1200 и 800. Это очень хорошо, это приемлемый, так сказать, вижен. Далее, что у нас есть? Тип обзора, это наземный, это естественно. То есть у вас не будет даваться глобального обзора, как у меня здесь сейчас, потому что я прописал мод I see dead people, то есть все это знаете. И, конечно же, что у нас там есть? Дальность атаки 450, базовое время атаки 1,5 секунды. То есть каждые 1,5 секунды этот идолончик атакует. Награда 22, 36, то есть если вашего идолона разобьют, то получат 22-36 единицы золота. И опыт, конечно же, 12. Вот такая вот приколюха. Что ж, давайте выйдем на лайн и попробуем посоздавать этих идолончиков. Посмотрим, что будет происходить. Смотрите, я создам вот с этого слабенького, чтобы можно было нанести атаки. Вот 2 атаки они сделали, 3 атаки, 4 атаки, 5 атак сделали и 6 атак, да? Все, правильно. И потом они вот так замирают и появляются еще идолончики. Какие-то идолоны у нас сейчас зареспаунились, а какие-то нет. С какого-то, с какого-то идола. Смотрим. Сейчас опа, атакуют. Видите, оп и замирают. Примечательно, во время того, когда идолоны замирают, чтобы размножиться, они не кликабельны. То есть вы не сможете их, конечно же, куда-то направить, куда-то отвезти. И вот так вы можете душить с этими идолонами. Есть еще приколюха. Если рядом крипов нет, и вы не можете взять вот так вот, допустим, с оппонента. Я иногда каты беру, так кату долго разбивать. Хотя вы подходите просто и конвертируете эту кату в идолонов. И, конечно же, сразу же разрушаете ее и получаете золото с нее. Когда у вас способность заканчивается, у вас есть еще там несколько секунд на то, чтобы и попробовать использовать, создать идолона с помощью своего же идолона. То есть если у вас рядом нету крипов, то вы можете с помощью ловкости рук и небольшого микротайминга попробовать успеть создать опять идолончика. Оп, смотрите. Хорошо, и появились. Шесть атак сделали и появились. И вот так вот у нас, смотрите, уже почти готов. И, конечно же, оп, я успел со своих идолонов сделать опять идолонов. То есть их можно вечно рядом с собой держать, но тут надо очень-очень быстренько нажать. Потому что, ну, так надо. Вот такая вот у нас, ребятки, способность. Давайте теперь посмотрим, что у нас в целом делается по другой табличке. Смотрите, выезжает другая табличка. У нас тут имеется дальность применения 700 единиц. Об этом мы уже разговаривали. Разговаривали. Смотрите далее, что сейчас, секундочку, остановим моды. Минус спаун офф. И поехало. Смотрите, далее. Количество идолонов три. На каждом из уровней прокачек у нас максимальное количество идолонов, которое на данный момент мы можем мгновенно создать, это три. И оно является по каждому уровню. Три единицы идолонов. Вот так вот. Далее, смотрите. Атак для размножения. Шесть. Я надеюсь, вы поняли, как это работает. Когда идолоны создались, они просто атакуют. Им достаточно шесть раз атаковать. И, конечно же, тогда они приумножатся. Если вы потеряете одного идолона, то, соответственно, и второго вы тоже потеряете. То есть как? Он не сможет размножиться. Соответственно, ну вот если вы вот так вот создали и потеряли вот этого одного идолона, конечно же, вот так вот. То все, он не сможет размножиться. И у вас уже не будет, сколько там получается. Если так, три, шесть. У вас будет всего четыре идолона. Так что вот такая тема. Вот смотрите, они размножились и, конечно же, спокойно фармят. Дамага у них, кстати, очень приятная. Мне нравится. И фармить ими лес очень классно. Далее. Длительность. Тридцать пять секунд. Как вы поняли, длительность тридцать пять секунд. У этих идолонов. То есть вот так вот они даже, когда законвертированы, у них все равно длительность тридцать пять секунд. Когда они уже, ну, то есть размножились. То есть у них все равно тридцать пять секунд кд. То есть если вы не успели нанести атаки за там определенное время сразу же. И подходите в лес. И под конец вы их размноживаете. То все равно они умрут через тридцать пять секунд после того, как были призваны. То есть вот такая тема. Ну и перезарядка у нас тридцать пять секунд, как написано. Монокос 170, перезарядка 35. Вот такая вот у нас приколюха по идолонам. Надеюсь, вы поняли, как работают эти идолоны. На героев, конечно же, направить нельзя. И на могущественных крипов тоже направлять нельзя. То есть, вот этот крип слишком большой, у него 5 левел. А вот этот 4, мы с помощью 4 левела сможем его, конечно же, подзадушить. Но есть проблема очень большая, что вот эти крипов, урболги, допустим, и кентавры, они очень много будут сносить им хитпоинтов, и вам придется играться. Видели, у него было лоу хп у идолона, и я его не мог отвести, потому что он трансформировался. Он, так сказать, конвертировался в еще одного идолона. При этом, вы видели, обратили внимание, что у них еще пополняются хитпоинты, когда вот эти вот основные идолоны размножаются, а они пополняют себе утраченное здоровье. То есть, они становятся фуловыми и, конечно же, продолжают душить. В лесу очень важно, когда вы фармите идолонами, обузить их. То есть, раз, первый подрался, у него лоу хп отвели, даете ему бить дальше, вторым танчите, третьим, и потом они раз, появляются все вместе и уже фуловые. То есть, вот такая вот у нас приколюха, ребятки. В принципе, по идолонам, я думаю, все. Что у нас тут еще есть? Есть такой прикол, что написано, что есть, ну, крипы и юниты, с которых тоже можно конвертировать. Например, там, с того же Форджета, по-моему, можно законвертить. И, смотрите, нельзя использовать на древних крипов, на Варды и крипов героев призванных существ. Типа Некрономика написано. Вот, то есть, на Некрочей вы не сможете направить эту способность. Насчет Форджетов, если честно, я не уверен. Но сейчас мы это тоже проверим, и я вот здесь вот вставочку поставлю. То есть, можно или нет. Вы увидите, там будет такое, э-э-э, типа, да, наверное, звук вот этот, ну, вот этот звук, вы знаете, отвратительный. Ну, и, в принципе, все. Надеюсь, по Эдалонам разобрались, ребятки. Погнали на следующие способности. Следующая способность на нашем персонаже, это Миднайт Пульс. Миднайт Пульс это способность, которая позволяет законтрить всех силачей в игре. Да и в целом, персонажи, даже у кого не сильно много хитпоинтов, но у них есть какое-то сопротивление магии, а именно какой-то иммунитет. То есть, там, или у Найкса рейдж, или там у Джаггернаута спин вы сможете спокойно законтрить этой способностью. Также еще очень сильно контрит эта способность фамильяров, а именно визажа персонажей. И, конечно же, очень-очень мощный спелл. Сам по себе очень большая длительность, очень большой урон и очень небольшой колдаун. Но в соотношении от того, сколько идет и сколько колдаунится, все очень даже прекрасно. Прекрасно. Смотрите, Миднайт Пульс, Ходкей у нас D, выезжает сразу табличечка, смотрите, дальность применения 700 единиц, радиус 550, вот такая у нас огромная АОЕшка. Урон от максимального здоровья в секунду у нас тут есть, в зависимости от уровня прокачки, он у нас тут увеличивается. Длительность 11 секунд и Монокос 95, 110, 125, 140 и перезарядка 35. Проходит сквозь иммунитет к заклинаниям, то есть проходит через БКБ. Это я тоже покажу. И какой тут тип урона. Если проходит через БКБ, то, соответственно, это чистый тип урона. При этом есть несколько тут фишек. Когда вы юзаете Миднайт, то, конечно же, вот здесь вот у нас все рубится. Очень жестко эта вся тема. И вот такой вот идет у нас эффект какой-то, знаете, какие-то что ли взрывы. И длительность 11 секунд. В течение 11 секунд вот здесь все, кто будут заходить в это АОЕ, будут получать урон. И причем урон очень жесткий. Далее, смотрите, показываю, как работает это через БЛЭК КИНГ БАР. Вот так вот кастуем и нажимаю БКБ. И все равно получает у нас аппарат дамагу через БЛЭК КИНГ БАР. И, к сожалению, очень много урона он также может получить. Независимо от того, находится он в БКБ или вне БКБ. Смотрите, по уровням прокачки у нас все просто. На первом левеле 3% от максимального здоровья теряется в секунду. К слову, 11 секунд стоит эта способность. На втором левеле 3.75, на третьем 4.5 и на четвертом 5.25% от максимального здоровья вы будете терять, когда будете стоять под Миднайт пульсом. То есть, в совокупности, на ласт уровне можно нанести до 57% от максимального здоровья. То есть, 50% хитпоинтов за 11 секунд просто уничтожить. В комбинации, смотрите, как это у нас работает. То есть, если вы на оппонента накидываете вот так вот Миднайт и кидаете Малэфайс, то он, бедняга, очень долго будет выходить с этой ауры. Вот это не аура, а с этого спела. Вот так неправильно говорить аура, потому что аура это совсем другое. Не знаю, почему я так сказал. И он потерял просто половину здоровья. Посмотрите. И это при том, что еще это не силач. Давайте СТР, допустим, 100 сил. Вот вам пуш среднестатистический в каточке. И у нас Миднайт сейчас на первый левел. Вот так вот прыгаем, допустим, в пуджа. Юзаем кнопочку и пуш пытается выйти. Пока он выходит, он потерял у нас, смотрите, он потерял у нас 500 хитпоинтов. Он потерял уже 500 хитпоинтов. То есть это при том, что это у нас Миднайт первого уровня и Малэфай с третьего. То есть это очень грозная способность, которая уничтожает просто. Реально, жесткая тема. Что ж, в принципе, по этой способности, я думаю, все. Вы поняли, как это работает. Это работает через БКБ. Сжигает от максимального здоровья. Хитпоинт. Длительность 11 секунд. Калдаун 35. Монокос 140 на ласт уровне. И, в принципе, все. Самое время у нас теперь перейти к самой жесткой способности. Одной из самых лучших ультимативных способностей в доте. А именно Black Hole. Извините, не мог это не вставить. Да, это легендарный момент. Это легендарный Black Hole, ребятки. Да, именно тот самый, который после БКБшечки нажимается. И давайте разбирать, что у нас тут будет происходить. Ходки у нас B. Прокачиваем данную способность. И Black Hole это у нас такая способность, которая вызывает дизейбл в определенном АОЕ. А именно в радиусе всего 420 единиц. Все персонажи, которые будут находиться в Black Hole, они, к сожалению, ничего сделать не могут. Это почти тот же самый стан, но это не стан, это затягивание такое в эту вот темную дыру. При этом каждый, кто будет находиться в этом затягивании, он будет передвигаться ближе сюда, к центру. И при этом будет получать урон. Урон он просто получает тут фиксированный, определенный, который у нас в зависимости от уровня прокачки будет увеличиваться. Также у нас тут еще уменьшается калдаун с уровнем прокачки. И также у нас еще увеличивается монокост. Об этом мы поговорим на табличке. Также у нас тут есть еще и Аганим. Аганим тоже очень жесткий. В принципе, это очень жесткая комбинация. Получается, вы ставите Midnight и ставите Black Hole. И получается очень много урона. Но давайте поподробнее. Выезжает табличка. Смотрите, дальность применения у нас Black Hole 275 единиц. То есть для того, чтобы закастить Black Hole, вам нужно подойти в упор. То есть 275. Но для этого есть у нас даггер. Вы, конечно, прыгаете и вот так вот кастуете свой Black Hole. Длительность применения. Смотрите, у нас 4 секунды. То есть не длительность применения, а получается просто длительность. А, ну длительность применения. Ведь это чаннелинг, правильно? Длительность применения тоже будет правильна. 4 секунды вы кастуете этот Black Hole. Black Hole у нас могут сбить любым станом, любым микростаном, конечно же, каким-то там, допустим, астралом, то есть это у нас чаннелинг, то есть, соответственно, где у нас красная надпись, вот она, приближаю, чаннелинг, соответственно, это способность у нас прерываемая, вы либо сами ее можете сбить, просто нажав идти куда-то, либо нажать какой-то артефакт, то есть тот же, допустим, вы вот так вот прыгнули и нажимаете даггер, и вы сами себе все прерываете. При этом даже вы можете прервать себе Глимером, если вы, допустим, сначала кастуете Black Hole, потом нажимаете Глимер, конечно же, Black Hole у вас прервется, но калдаун у нас очень большой, 200, 190, 180 секунд, это реально очень много, поэтому желательно с Black Hole не косячьте. Радиус Black Hole 420 единиц, урон в секунду 55, 110 и 165 единиц, то есть, когда вы кастуете Black Hole, вы наносите магический урон в течение вот этих 4 секунд, каждую секунду, ну, допустим, в зависимости от уровня прокачки, 55, 110 или 165 урона. Длительность задержки ауры 0,5 секунд, то есть, вот эта аура, то есть, получается, вот это затягивание, то есть, вы не сразу затягиваете, обратите внимание, ну, как бы сразу, да, но посмотрите, сейчас мы это определим, момент этот. Нет, сразу начинает затягивать, но длительность этой задержки, если честно, это немного непонятно, тема ауры, какой еще ауры, ауры, наверное, запиливания, получается, тогда, смотрите, через 0,5 секунд, но через 1 секунд начинает наносить урон, и все персонажи у нас подтягиваются. На это не стоит обращать внимания, это, по сути, лишняя информация, которая абсолютно не несет никаких микромоментов. Ладно, задержка ауры некролайта, да, то есть, если вы выходите с ауры его, и еще какое-то время эта аура будет работать, также эта аура с запозданием работает, но здесь я не понимаю, почему написано задержка ауры, но не суть. В общем, вот такая вот у нас тема, все. Проходит через иммунитет к заклинаниям, написано, а это значит, что всех БКБшных юнитов, которые у нас здесь будут, вы также будете затягивать, но урон вы не наносите, вот этот ДПС, но также сможете затянуть. То есть, неважно, какой там персонаж, он находится в каком-то рейдже, в БКБшке, вы все это затягиваете под себя. Вот так вот, и нельзя развеять этот Блэк Холл. Также у нас тут есть еще несколько приколюк, давайте минус итем 4-7, минус итем 4-7, хорошо, вот так вот попробуем сделать что-то. И что у нас получится? Ничего у нас не получится. Также, если персонаж зайдет сюда в Блэк Холл, он также притянется. Вытягивать можно будет только Пуджом, в принципе, всю эту контору, Форстафа вы не сможете вытянуть. Вот такая вот приколюха. В принципе, я думаю, по Блэк Холлу вам тут понятно. Сейчас самое время, ребятки, у нас, конечно же, узнать, какой у нас здесь Аганим и Каганиму мы приступим прямо сейчас. Итак, ребятки, подобрали мы Аганим. Конечно же, визуального эффекта, к сожалению, никакого нету, но мы сейчас попробуем разобрать, стоит ли ей брать Энигми Аганим и что он нас будет давать. Аганим будет добавлять у вас данный уровень Миднайт Пульса. То есть, в течение 4 секунд вы будете еще поверх своего демеджа персеконд, магического, накладывать еще и чистый урон Миднайт Пульса. То есть, получается, у вас, если вы еще заранее Миднайт Пульс накинете и еще ультанете, то у вас получится 2 Миднайта. Но этот Миднайт, который в ультимейте, он не остается. То есть, он не будет работать 11 секунд. Он будет работать 4 секунды ровно с Блэк Холлом. Давайте сравним количество демеджа, которое вы наносите с Аганимом и без Аганима. Обратите внимание, сколько хитпоинтов осталось у этих оппонентов. И сейчас мы выложим Аганим и посмотрим, сколько нанесем сейчас. Как вы видели, там урона очень много мы нанесли. Смотрите, очень-очень вроде значимо, да? То есть, ну, как бы вроде не сильно, да? Но посмотрите, урона-то, конечно же, побольше нанеслось с Аганимом. Это очень круто. А теперь давайте применим всю комбинацию. То есть, вы прыгаете раз-раз, оп, и пошло. Посмотрите, сколько урона сейчас я нанесу. Ну, и это, посмотрите, половина хитпоинтов. И это при том условии, что Блэк Холл у вас всего первого уровня, и Миднайт Пульс тоже первого уровня. Это очень жестко, ребята. И это еще и без рефреша. Вот просто посмотрите на это. Мне хочется плакать, серьезно, потому что это очень большое количество урона. Энигма, которая собирает Аганим. Если у нее в команде 4 игрока, которые, к сожалению, не умеют играть, может выиграть соло 1 на 5. Но при правильной позиционке и правильном моменте, и вдруг, если оппоненты ошибутся, то Энигма может в соло убить пятерых. Да, и это тому подтверждение. Допустим, если я сейчас Миднайт Пульс вкачаю в тройку, Блэк Холл я возьму в двойку, больше я не буду брать. И, конечно же, мы это все вот так вот применим. Посмотрите, сколько мы сейчас нанесем. Просто нереальное количество урона. Посмотрите, у нас Блоксикер почти умер. Почти умер. И это еще не четвертые уровни. Надеюсь, вы поняли, что у нас делает Аганим. Аганим накладывает Миднайт Пульс данного уровня к Блэк Холлу. То есть на 4 секунды еще и поверх Миднайт. В общем, в совокупности я считал, можно 80% HP снять, просто дать банальный Миднайт Пульс и, конечно же, Блэк Холл. Вот такая вот у нас, ребятки, Энигма. Главное, не забывайте, что на первом спеле магический урон, на третьем чистый. И на ультимейте у нас магический урон с ДПСа и с Аганимом чистый урон с Миднайт Пульса. То есть накидывается еще один Миднайт Пульс. Вот такая вот у нас сегодня, ребятки, Энигма. Надеюсь, вы поняли, как работают у нее способности. Надеюсь, я ничего не упустил. Вдруг, если что-то упустил, пишите, конечно же, в комментариях. У нас, кстати, еще насчет геомагнетика, я думаю, вопрос был бы, можно ли с Блэк Холла вытащить геомагнетиком Каалина. Нет, нельзя вытащить. Только хуком Пуджа. Но также избить Энигме в БКБ можно там хукшотом Клокверка. Пуджом также можно перетянуть. И еще что у нас там есть? Роур нашего Риксара тоже может сбить. И вот так вот у нас все это работает. Ребятки, в общем, надеюсь, этот видосик вам понравится. Сейчас мы перейдем уже к практике. Обязательно пишите свое мнение, кто досмотрел практику до конца. Вот реально, буду ставить мощное количество лайков вам, конечно же, сердечком. Тем, кто пишет, что практику они досмотрели до конца. Ребятки, спасибо всем от души, каждому, кто остается со мной. Берегите себя, берегите близких. И мы переходим сейчас к практике. Пожелаю всем приятного просмотра и поехали. Итак, ребята, загрузилась у нас первая катка. Сейчас мы будем разбирать контрпики. И, конечно же, будем разбирать тех персонажей, которые нам неприятны. Ну, контрпики, конечно же, да, вы так и поняли, наверное. Хорошо, хорошо. Так, что нам нужно сделать? Первое, кого я не хочу видеть в этой катке, это, конечно же, Пудж. Хотя Пуджа я очень сильно могу контрить с помощью своей розы. Также могу контрить очень сильно и Клокверка, который тоже будет нам досаждать. Клокверк очень жестко бесит. Он на огромном расстоянии может нас зацепить и очень может неприятно сделать. Я иду лес сразу, ребятки. Первая катка у нас будет через лес. Вторая катка у нас будет через актив, через троечку, возможно. Потом еще будет через двоечку, через мид. И все это, все игры, все эти игры, они будут разные, с разными затарами. И будем что-то пробовать, что-то смотреть. Посмотрим, что у нас в целом получится. Надеюсь, катки получатся интересные. Поэтому, ребятки, вот так вот вебку выставлю. О, отлично. Будет все годненько. Первая катка у нас будет на Энигме через какой-нибудь Транквилл и Солринг, чтобы мы смогли спокойно пофармить. Вторая катка, естественно, там всякие Глиммеры и Грифсы. Ну, а там уже третья катка, что-нибудь придумаем, что будет интересно. Аганимы там и всякая прочая тема. В общем, по контрпикам. Все, что вам может сбить Блэк Холл, а именно там Скивер может быть. Если у вас нету БКБ, Скивером он может через Блэк Холл, в принципе, со спины заехать и прям напрягать. И это очень жестко. Может очень сильно Тинни поднасрать. Все, что имеет стан Венга через БКБ спокойно сможет свапнуть. Далее там Роур, Рексара, потом еще Хукшоты. Путш там будет хукать. То есть вы сможете очень неприятно отлететь. Так, но меня заставляют взять Энигму, да, ХЗ. ХЗ третьим пиком Энигму. Понял. Это печально на самом деле. И у меня сейчас золото не будет на леса. Смотри, у меня золото уходит. Не берут два пацана у нас еще в команде. Не знаю. Видимо, у них нет никакого плана. У меня план есть. Глобалка. Глобалка это просто ГГ. Я ни один Блэк Холл не смогу нормально дать, когда будет глобалка. Потому что просто не будет возможности. Я буду прыгать, если Сайленсер там нет. Он просто нажимает кнопку и отменяет мультимейт даже через БКБ. Разницы нет. То есть это самый максимальный контрпик, который есть. Я, кстати, про него и забыл. Но по ходу дела. Все это тема. И Клокверк взяли. Конечно, конечно. В принципе, понятно. Все, погнали. Лиса колотить. В принципе, все понятно с оппонентами. Ну, будем с помощью... Вернее, не с помощью, а против таких контрпиков. Будем пытаться сейчас играть. Катка будет интересная, надеюсь. Посмотрим, что у нас выйдет. Погнали. Фармить. Сларку соло оставим. Здесь хорошо было бы деревца срубить. Сларка попросим. Сруби. Сруби три ветки, БЛЗ. Вот эти самые, вот эти, вот эти три дерева рубишь еще по кайфу. Вот тут, вот тут. Ветки, ветки, топором сруби, пожалуйста. Да, 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 да. Три дерева. И вот это еще ближнее. И вот тут еще можно. Вот это вот. Спасибо. Спасибо. Вот, понимающий тиммейт. Отлично. Надеюсь, все будет годненько. Хорошо. Попробуем сейчас руну забрать. Но не факт, что получится. Кстати, залез сентенал. Стоять намного легче на энигмик, чем залез с коржей. Потому что тут три кэмпа находятся рядом. И можно спокойно с изи кэмпа перейти на средний кэмп и так далее. Все будет спокойненько. Все будет отличненько. Но мне кажется, мы тут не заберем. Не, 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 Сларк. Ну не заберем. Там еще и кристаллойдка. Мне есть варды, интересно. Нету варды, есть сапог. Но если тут сапог, это значит, что, скорее всего, будет какое-то нагнетание моей задницы через ганги. Я думаю, будет тяжеловато. Но если что, уйдем в два дальних кэмпа. Вот здесь вот мы прокачаем розу. Миднайтом будем немного ломать деревья. И чтобы легче было и резче проходить. Но Сларк на этой линии, кстати, не живет вообще. Потому что там Клок и Кристалка, они смогут задушить. А мы сейчас пока постоим, подождем Реса. Крипов. И погнала вся контора. Почуть будем отводить их в стороночку. О, еще и сатирчики, отлично вообще. Так, чувак, не души его. Все, погнали. Это отводим сюда. Опа, отлично. И душим. Можно отводить по чуть. Хоть вот сюда выведем. Там изи кэмп, главное не блокнуть еще. Этот кэмп можно блокнуть еще. Хорошо. Берем Малэфайз. Почему я беру Малэфайз? Потому что Малэфайз... Очень хорошая способность. Она позволит много грязи сделать. Так, тут нужно будет подтанчить. Самой Энигмой. Этих крипов. Очень тяжелые крипы для меня. Хорошо. Сейчас эти уже, по идее, должны резнуться. Отлично. Есть. Хорошо. Флок пошел. Флок пошел. Увидел Эдалонов и разворачивается. И убегает. Ага. Пошел, пошел. У него сапог там есть. Но он меня задушит, скорее всего. Сколько там Эдалона еще бегать будет? Хорошо. Ну, по идее, с Эдалонами дадим ему, Чапалаху. Хорошо. Кто в лес к нам придет, того проще застрелить. Отлично. Флокверк думал, у него что-то получится. Но не получилось у него. Не удалось. Знаете, как это называется? Не удалось. Не получилось. Не фартануло. Так. У нас есть, в принципе, сапожок еще. Сапожок. И Солринг нужен нам будет. Сапожок взяли. Не очень хотелось бы брать Куру. Что не варик мне? Куру брать в таких условиях. Ребятки. Руны не забывайте контрить. Меня тут очень сильно отвлекли. Пацаны с своими гангами. Ага. Руны нету все равно. Так. Ну, собьет наверно. Да, ману. Да. Успевает сбить. Тогда додушиваем. Браконьера этого. На волчаре. Хорошо. Еще малый файс берем. Браконьеры получаются. Жалко, курочки нету. Хорошо. Сейчас бы уже затарили Солринг. И транквило возьмем на первую игру. Чисто такой билд, если честно. Я этот билд вообще очень редко тарю. Потому что в основном играю через грифс. Это более метовый артефакт здесь. Более метовый артефакт. Грифсы. О, я там пока контрию и долонами. А пока стою. Ну, я, короче, сейчас возьму. Куру себе. Не знаю. Я, если честно, думал. Я подальше отошел. Боже, такой бред. А, куру уже взяли, да? Я сам себя заруинил. Своим микроконтролем. Шторм оффни. Куру. Не знаю, как я сейчас сдох. Да ладно. Не суть. Все, вот так делаем. Пусть себе варк поставим. Так позорно сдохнуть я хз. Ну, я контрил и долонами. Заигрался что-то, если честно. Ладно, гоу сюда арону. Поставим вот эту вещь. Ничего страшного. Так, отлично. Главное, ФБшку взяли. Дальше просто ковыряемся и все. Ковыряемся. Дальше. Можно отойти. Сейчас вот тут подстакаем. Пацанов вот так вот сделаем. Хорошо. Вот этого можно нам, спасибо. Душит, душит там, клокверк. Ну, работает, работает. Максимально будет хейтить меня в этой катке, потому что через хукшот прям настолько изи будет ему игру эту тащить. Через БКБ вообще пофиг ему будет. Что глобайленцер, что флокиус. Это вообще глобайленцер. Это вообще будет жестко. Тяжелая катка будет. Я еще сдох по-тупому так. Очень страшно. Посмотрим в целом, что катка это покажет нам. Какой уровень игры. Хорошо. Можно будет, кстати, сейчас выйти. Идалонов вот этих стака мы выйдем. О, сейчас выйду. Пацаны сейчас на стакают дычки. Расплодились. Погнали. Идалона у нас еще 30, сколько, не 30, половин, 20 секунд еще. То, чтобы душить. Ну, ты очень рано начал на Сларке. Куда торопишься. Заруинил весь выход. Максимально заруинил. Говорят, сюда пойду. Нет, только не бери. Пожалуйста, на дуэль. Я умер скорее всего. Умер скорее всего. Я не хочу умирать. Я еще живой, розовый, теплый. Ужас какой-то. Хорошо. Жи есть. Что это такое? Жи есть. Жи нет. Жи ши пиши. Есть. Что-то такое. Как меня там не добили в ТФ? Пацаны просто что-то... Газанули, короче. Осуждаю. Так, что там? Крибы были, а я сижу тут роплю. Крибы были, левелапаем. Почему нет? Хорошо. Кстати, он меня не убил. Знаете почему, Легион? Из-за армора. У меня очень много армора. На самом деле. Очень много армора. Очень много армора. Типа 5 плюс 4, 9 армора на этой стадии. 35% смягчения. Это очень много. Блэкхолку слили. Хорошо. Тему. Как почти на вставочку, да? Хорошо. Тут еще пацаны. Вот этих пацанов люблю, кстати. Ну, в смысле... Да вы поняли. Вот этих пацанов люблю не значит, что вот этих пацанов я люблю. Ооо, вот эти парни очень жесткие вышли. Скелетики. Они очень жестко смывают. Смывают. Очень жестко. Гоу его. Выйдем. Подушить. Лобалка. Да пофигу, вообще я потанчу. Все, больше танчить не могу. А я еще могу умереть, кстати. Ооо, застелил. А что качал он? Я умер? Да что за хейт? Боже. Я там выживал, 100%. Ладно, я понял. Потанчил. Перетанчил, называется. Клок вот здесь стоял, к слову. Очень близко стоял он. Ракету кидает, добивает. Так бы хрен попал бы, наверное. Да, он тут стоял, вон. Хукшот вылетел. Понятно, короче. Молодцы, пацаны. Потеет, потеет. Топливо рекламает. Погнали лес, короче. Нафиг себе эту контору. Даггер сейчас сделаем. Надо с даггером работать. К next black hole уже даггер должен быть. Можно мне, пожалуйста, срубить тут деревья? Нафиг. А, они, кстати, скоро резнутся, эти деревья. Потому что сейчас девятая минута. Это плохо. Взяли миднайт, чтобы деревья рубить. Отлично будет. Так, кто там у нас резнулся? Го посмотрим. Там резнулся вот эти браконьеры. Сейчас мы их задушим. В меня смыв дает. Унитаза. Был бы black hole, кстати, с даггером. Сейчас бы на топ полетел. Опять-таки, сейчас black hole будут. Будет сайленсер душить кнопкой, да? Осуждаю. Максимально. Максимальное осуждение. ЦМка 6 левел. Транквильчик. Хорошо. Отлично. Есть. Как вы заметили, базилка чисто такой ранний подфарм какой-то, да? Так, ну все, тут у нас заросло все. На ранний подфарм. Очень хорошо заходит. Там сейчас у себя на ульта нет, сларк сдохнет. У нее маны, походу, нету, да? Логбэн. Имеет. Хорошо. Танчим. Отлично. Гоу. Есть black hole, пацаны. Можно юзать. Или на низ выйти. От этого расконтрить. Спасибо. От этого расконтрить. А, все, он застыл. Он застыл. Смока возьмем. Нам смок нужен, чтобы ворваться правильно. Опять-таки, я не уверен в своем врыве абсолютно, потому что мне просто black hole перекроют. Там напикали героев специально в ВС. Вот, зашли подписчики, как обычно, в принципе, руинят гайды. Показывают, как под контрпиками неприятно играть. В принципе, мы ее выиграем, эту игру, но под контрпиком очень тяжело будет выигрывать. В общем, тяжело. Мы ее выиграем просто. Ценой скольки фрагов. Ценой скольки смертей. Что там, комбо ломбов. Я тут один, наверное, буду, да? ЕС, а нихрена нету. Да, 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 да. Глобалку. Дает. ВС одной. Энигмы. Я понял. Глобалку дает, но вы поняли, да? Одна Энигма бедная прыгает. Забирать он глобалку дает. Ну, вы поняли. Успехов таким пацанам. Гоу, задушим вот этого. Не хочешь что-то сделать тут полезное? Лок. Лок. Ок-лок. Не знаю, опять идти фармить. Я не хочу, я хочу подраться. У меня есть блэкхолл, у меня все кнопки есть. Там нету глобалки, намного легче сейчас будет двигаться. Намного легче двигаться будет. Хорошо, забрали. Одного крипа. Можно вот этих крипов забрать будет еще. Мажет жопу мне. Отлично. Вот, хорош. Опа. И этого туда же под одну гребенку, как говорится. Опа. Ой, дорогой. Вот здесь все там стоит. Вот так вот делаем. Давай, как хорошо. Ну, я понял. Вот так вот, значит, да? Я понял. Молодцы. Молодцы. Хорош. Скорее всего, он тут умирает на шторме, парень. Так вот, вот это бей. Куда ты идешь? Ай-яй-яй. Я понял. Го, вард себе возьмем. Вот сюда. И погнали. Первое, что возьмем, это... Пойнт бустер. На ману хп. Мана хп, пойнт бустер. Я четыре раза умер. Кстати, заметили? Большинство дуэлик... Сколько? Дуэльки три он мне две дал. Две. Две дуэльки дал, да? Это, наверное, из четырех-пяти дуэлик он мне две дал. Это ладно. Сколько хейта? Вижу в этой катке. Это жесть. Это жесть. Так, возьмем аллафайз. Будем гангать. Главное, чтобы лоб меня соло не выцеплял. Соло очень больно. Соло очень больно. У меня нет блэкхол. Пацанам помогать. Поэтому я сейчас вард поставлю здесь. О, глобалочка. Хорошо. Глобал пачка. Найкс там душит, рубит. Да этот прыгает, прыгает. И посмотри на него. Он меня еще и зажал. Ну нахрена ты так делаешь? Наесть. Ес, зачем ты меня убил? Вот я выхожу что-то сделать полезное, но получается, что я выхожу просто сдох. Где, зачем ты меня зажал? Когах. Писурой. Я вообще не понимаю этого прикола. Что Сларк делает? Ладно, я понял. Я пытаюсь что-то делать полезное, ребят, реально, в игре, но у меня не получается просто. Просто не получается что-то делать полезное. Флок сразу в меня прыгнул. ГГ. Молодец. Сильно в доту играет, парень. Я не буду даже отводить от никого. Сами сами справятся. Не маленькие уже, так сказать, за четвертого уровня. Уже не маленькие. Четвертый левел как-никак. Не знаю, Глиммер. Очень... Ну, БКБ мне тут не поможет. Я даже не знаю. Покупка БКБ стоит под большим вопросом. Что мне даст БКБ в этой катке? Мне БКБ тут нифига не даст. Знаю. Гоу, вот так вот сделаем. О, я бы сдох, если б видно. Видно было бы меня. Да, то есть Смок мне сейчас жопу спас. Получается так. Что, пойдем еще сейчас пофидим. Там БМ и будут, поэтому лучше, наверное, купить БКБ. БМ и будут. Хорошо. Лобалка. Я понял. Слушай вот эту. Хорошо. Ооо. Отдались, получается. Получается, отдались. Нормально. Сейчас хоть не сфидел. Я пять раз умер на Энигме. Но контрпики. Смотрите на пик, пацаны. Я в гайде вот от такого пика умираю. Посмотрите. Чтобы не было потом. Ой, не умеешь там это и тому подобное. Господи, тут все настолько банально в этой катке. Крис Авлатар залез все неубиваемый. Все банально. Просто контрпик. Моменты. ИЕС зажал один раз. Кстати, моя смерть один раз из-за ИЕСа. Вот так вот. Так что продолжаем. Так, что нам нужно сделать далее? Далее, что мы будем делать? Хочется все равно сделать БКБ. Ну, в принципе, Энигма без БКБ, ну, это вообще не серьезно. Ну, Риль. Энигма без БКБ, это... Ну, я не знаю. Честно. Другого варианта тут нет. Но все равно, там, понимаете, там... Башир, Абисалович будет что-нибудь еще. Там клок, в конце концов. В конце концов, там клок. Это же жесть. Он, он уже в лесу стоит. Рядом. Уже ждет врыва. О, не ворвался. Так он еще и с этим, с ДД хэбб. Криса. А можно сейчас такое искушение и аганим сделать, да? И аганим сделать. А прикиньте, если я прыгну, кину розу. Кину все кнопки. Так это же там жесть какая дамага будет. О, там у меня два крепача стояло. Неплохо. Мой микроконтроль офигенный. Люблю в доту. Люблю в доту плейть. Отлично. Там клокус пошел. Вегесиус собрал себе. Донкастер, прокастер. Так, 2700. Зачем тебе аганим, если ты не сможешь ничего кастануть, да? Такие многие спросят, такой вопрос. Так, блин. А что тебе делать? От глобалки я ничего не соберу. Мне только прыгать после всех кнопок. Прыгать после всех кнопок. Абсолютно после всех. Хорошо. Я и экс плюс еще, в принципе. Отлично. Все, уходим нафиг отсюда. Лего как перехиливается там. Профи. Давайте аганим. С мака берем, тпшечку. Все, let's go. Главное у клока, чтобы не было хокшота. Вон, там худ сделал. Ну, ес в гг. Ес в гг. Танцульки, танцульки пошли в ес. А, тпшится. Ой-ой-ой-ой. Как-то хорошо. Я сейчас подойду тоже там еще кнопки. О, вот так вот. Сейчас мы тут раздаваем. Смотрите на клока. Как ему больно. О-о-о. Ну, отлично просто. Отлично. Клок прыгнул. Получается, стрик отдал. Хорошо. Стрик отдал. А, это... Я вспомнил фразу на стримах. Стрик отдал. Да. Странно, что там блэкхола не было. Типа, не было смысла его давать, да, наверное? Некому. Некому говорить, ходить со мной. С Тамарой ходим парой. Вот так вот делаем. Так, ребята там конвертят. Хорошо, этих отводим. Суицидим просто. Ну, ну, next БКБ. Все. Кстати, агоним сейчас только что себя оправдал максимально. Раздамажили. Хорошо. Причем даже. О, все, я приехал. Я приехал. Дорова. Дорова, дорога, брат. Дорова, Кавила. Нормально, брат. Лагай. О, я тоже. Спасибо. Спасибо, спасибо, дорогой. Спасибо, дорогой. Интересно, надолго ли этот лаг? Хорошо. Хорошо. Оказалось, что ненадолго этот лаг. Оказалось, что ненадолго. Так, вот сюда выводим их. На розочку. На беднайтик. Он глобалит. После глобалки, конечно, мне брыг. Вах, там с Рейгой толпа. Сейчас бы мне тут 90 секунд. Прикиньте, сюда в троих сейчас так. Вах. С агонимом. Эх, прям пушка. Как же классно было. Я прям мечтаю о таком врыве. Я мечтатель. А чё мечтать? Сейчас воплотим. В смысле? Сейчас сделаем всё. Кстати, на Энигме, ребятки, не рекомендую плейть тем, кто там, допустим, только учится. Потому что Энигма реально тяжёлый герой. Для тех, кто хочет дотку играть. О, нифига себе. Там заказ у Мадам. Кстати, на Экса тут контрим рейдж его. Спокойно. Спокойно рейдж контрим. Саленсер такой. Я просто мимо проходил. Мимо проходил. Так, гоу, стакнем. А, нет, я же зафармил, да? Хорошо. Крипимся. Ребята там на рунах. Отлично. Чё, на топе много фарма, да? Погнали. Есть Black Hawk очки. Кто-то пешится? Керри? Керри или кто? Лерик, да. Ну, Лерику оставляем, потому что... Это надо так. Надо. Жоке-босс. Кофе-жокей. Хорошо. Ля, там драки идут, да? Ну, погнали, пробежимся. Пацанов за душу. Это смерть тут. Под Миднайтом, под Малэфайсами. Это ГГ просто. Просто ГГ. Не знаю, сами отдают игру. Ну, там ещё Легион имбалансный, поэтому ещё непонятно тут с игрой ничего. Несмотря на старт яростный, тяжёлый, как бы тут ещё пяточка идёт. Но сейчас мы... Ой-ё-ё-ё, вот так вот делаем. Нет, нечем пока срубить. Хорошо. Хорошо. Лог, конечно, хищник, ещё тот. Хищник-мальчишник. Очень хочется 16-й апнуть. Прежде чем... Туетиться в некст-драке. Очень хочется. Хорошо. Мне нравится то, что сразу убивает крипа. Я думаю, вам тоже это нравится. Всё, гу, побегаем. Ребята внизу душат. О, глобалочка. Хорошо. Этих пацанов по Миду пускаем. Монетки собираем. Сорян. Всё, полбэкб есть, да? Хорошо. Отлично. Локус. Екс-про. Опа. Отце, получается, я ушёл, да? Отце, получается, я... Еле-еле ушёл. Вот тут я идолонов своих никак не выформил. Не спасу, вернее. Не спасу идолончиков. Лёрик леса почистил, да, наверное? Надо БКБ их копейки. Да надо подраться. Чё, они в Питером не собираются? Они там ходят с Айлс Арлатар собрал. Ходит, кайфует. Пляж, мляж, там вот это всё. Мясо, шмясо. Тёльки-шмёльки. И бегает, кайфует. На пляжу, на пляжу, лежу. Так, погнали. Вот это ломаем. Фарм загоняем. Энигма, это же Black Hole. Вы представляете, насколько сильная кнопка? Это же Black Hole. Почти есть, да, БКБ? Почти, почти, почти не считается, кстати. Почти не считается. Кстати, не рекомендую делать аганим фирстом, как сделал я. Просто я рассчитываю, что я в любом случае сдохну меньше. А если вы играете очень плохо в целом, не рекомендую брать аганим на фирст артефакт. Потому что вы не сможете тогда его реализовать, если там будут какие-то жёсткие кнопки. Но я пошёл ва-банк, потому что тут контрпики. Как играть против Клокверка и глобалки ещё, когда у вас, блин, не будет возможности вообще в целом даже заюзать под БКБ-хой что-либо. Потому что, ну, типа, а как по-другому? Надо пробовать ва-банк тогда. Если не получится, даже БКБ мне просто не дало бы никакого результата. Поэтому пробовать надо делать что-то такое, что может помочь хотя бы чуть-чуть, даже если вдруг получится дать Black Hole. Потому что БКБшка не даст никакого преимущества. Всё равно смогут сбить. А тут хотя бы, если я кастану, так я внесу намного больше. То есть такая игра какая-то получается, да, игра мыслительная, потому что, ну, по-другому тут никак. Доту не поиграть по-другому. Когда такие жёсткие контрпики, как глобалка будет, это, типа, я не знаю, что мне делать под глобалкой, типа. Самое обидное, это если в четверых я прыгну и дадут глобалку, заруинят весь контент, так сказать. О, смотрите, какой Гриса. БКБ юзай. Жакле-Макле, юзай кнопку. Жакле-Макле, есть БКБ. Знаете, в чём прикол был? Видели, у деда засветилось под ногами ауры. Я так и думаю, так, чё-то не чисто. Успел отблинковаться, он там не допрыгнул. О, о, пятером. МФФ, да, пацаны, можно не тянуть. Можно не тянуть, пацаны. На топе, да? Локус. Мне БКБ хоть собьют, мне собьют глобалкой ультимой. Сало ещё идёт. А вот я себе сало ещё поймаю. Если я ещё сало поймаю. Будет очень хорошо. А, ну вот оно всё это дело. Я понял. Я понял, дорогой. Вот так вот. Вот она моя БЛЭКХОУКА, пацаны. И всё. Нажмём за кассу, мадам. Надо было прыгнуть, наверное, попробовать снять. Шаманту делать, что ли? За контрил манты глобалку, да? Не, можно, почему нет? Если вам это поможет игру выиграть, почему бы и нет? Сочные БЛЭКХОЛы тут ещё будут, я думаю. Катку через лес мы отыграем. Катка вроде, в принципе, нормальная. Такая. Пойдёт. Потом. Пейл пойдём стоять. Некстовые катки. Глобалки, кстати, нет. Очень хорошо. Сейчас можем побить. Есть у меня вот такой вот. Да чё ты ж меня душишь, что-то. Всё, успокаивайся. Всё, успокоилась. Успокоилась Тэшка. Всё у неё хорошо. Кто-то леса колотит. Можно вот так вот сделаю. Спасибо, спасибо. Дальше что по билду. Можно, в принципе, собрать какой-то дополнительный артефакт, чтобы давал какое-нибудь преимущество в драках. Типа Актарин, может какой-то отхил с Розы. Очень сильно с Миднайта буду отхиливаться. Актарин, допустим. Или Рефрешер начинать делать. Ну, с Рефрешером мне не хватит маны. Поэтому Некстом просто Актарин. И всё. Некстом просто Актарин. Всё, с командой просто идём и всё, чё нам ещё делать. О, Тэшка. Лёрика есть, трес, всё, есть. Просто прыгнуть хорошо. Смотри, чё делаю. А вот так сделаю, брат. Хорошо. Ну, почти засейвил. Почти засейвил. Но буду драться. Так вот. Почти засейвил, пацана. Пацаны комбо и вомбо и влетают там. Душить. Душить, пацаны. Нормально, кстати, прыгнули. Я не реюзал Куру. Я её вообще не трогал. Всё, пацаны, на контрпикали и ничего не дают. Энигмы не дают файтиться нормально. А вы мне не даёте файтиться. Вообще при чём. Крисовы. Миднайт пуль скидаешь, очень много хп жжёт. Там Клок сам себя руинит этим спейлом. Когда он когами себя зажимает, ему очень больно. Так, погнали. Мы сейчас возьмём солдбустер. Сейчас дадим лат, только подконтрить надо пацанов. Вот этих. Хорошо. Давай сделаем лат. 30 сделаем, пацаны. Приятно будет, наверное. Так, пацаны, наплодились. Быстренько забираем тут всю контору. И... Жесть, а так спит, сняла с них. Посмотрим. Я хукшот сейчас слышал или что? Слышали, хукшот, по-моему, был, да? Или нет? Я очень часто опираюсь ещё на слух в доте, потому что это тоже важно. Да, 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 был хукшот. Был хукшот. Глобал, хорошо. Хукшот был, звук был. Пых-пых-пых, такой звук был. Я такой, слышал, в принципе, я аж вроде не видел хукшот, а не где. А он где-то был. Так, мне под этот не встать, главное. О, брат. Давай я попробую протаймить. О, кг. Э, через БКБ забырошу. Мне помогут, надеюсь. Хорошо. Могут. Малуфайса даём. О, ну я умер, сто процентов. Лиджи. Вискет Суск забрали с меня. Ну, мои керри зато пофармят. Не знаю, тяжёленькая, тяжёленькая, ребят, катка, получается, под контрпиками напряжена. Там БКБ в ноль слить. То слить. Если, кстати, саллбустер был бы, может быть и выжил бы. Но, к сожалению, не выжил. Чё поделать? Чё поделать? Саллбустер есть. Пойдёт драка. Так что, ребятки, будете смотреть катку против контрпика. Очень тяжело. Такие глобалки. Даются хукшоты. Но, в принципе, у них... Если бы у меня Леорик был дурачком, то гг. Ребятки, гг было бы. Мы ещё катку не выиграли, но в целом катка... Будет прикольный был. Так, чё там? Давайте кури ману зальём. Так, чё ж такое-то? Сларк лагает. Я сегодня тоже, кстати, подлагал. Не знаю, чё с... Это либо Айкап, либо я. Либо вы, либо мы. Я не знаю. Честно. В общем, надеюсь, тут понятно, чё нужно на Енегме делать, да? Типа через лес. Вы просто выфармливаете. Смотрим по левелу, кстати. У меня левел, как у моего Кора. 20 левел. А это значит, что всё идёт ровно. Главное, не быть на последних уровнях. Даггер берёте и пытайтесь реализовать свой Блэкхолл, ребятки. Всё, это вся игра на Енегме. И главное, в лесу не ошибайтесь. Хорошо промикрите. А не как я. Микрю этих Эдалонов и тут стою. Умираю от Клока. Так что бывает. Бывает, бывает. Ну, бывает. Ну, я ничего не могу поделаться с этим, ребят. Бывает. Все мои люди, все мы ошибаемся. Чё, идём драться? Чешо. Что-то так сделаем. Ля, там пацаны дерутся, походу, да? Лерик, конечно, Криса. Весь фарм выбирает. Там глобалка будет, в случае чего. Сларк нападает. Смотрите, как Криса напал вообще. Ой, как их там много. Да, сейчас классно было бы. Вот смока надо таскать. Мне нельзя палиться вообще. Потому что, когда играете против Клока, вы должны играть настолько скритно. Как Крисы. Скритно. Там четыре героя вместе стояло. Эх. Лерик, если на себя побайтит, будет классно. Если пятый герой ещё там выйдет, типа этот... Парень на Сайленсере. Глобалка. А вот так сделай, да? Найкс закрыл. Лего тоже закрыл. Хорошо. Эйкблок всё ходит, пытается меня выцепить. Нормально. Глобалку, кстати, снял. БКБ, хай, всё нормалдой стало. Лефайз пока что в КД. Сейчас уже... Задушим, пацана. Оп, ещё про таймлюстанчик. Так бей его, пофиг вообще. Жаль, что нету Миднайта. Думаю, Миднайт. Сайленсер. Вон, сзади. С Инвизом. Выведи, выведи его на сентри. Выведи, выведи. Он будет за тобой, наверное, идти. А Криса не ведётся, смотрите на него. Опа. Стой. Тоби ГГ. Мы будем тебя убивать. Хорошо. 2-300. Ну и низ сломали, да? Леорик низ сломал. Блин, как приятно играть в такой команде, когда тоже что-то делаешь. Ну, серьезно, пацаны. Приятно играть такую дотам. 37 минут приятной доты. Честно, 37 минут приятной доты, но несмотря на тот хейт в начале. Прям уууууу. Прям ууу. Прям ууу. Но ничего. Сейчас, Октаринчик и постараемся рефреш добить. Вместо Соларинга. И в целом потом просто в дефолт выходите, типа, ну, с такими артефактами там. Привела и поехала. Всё, больше ничего не надо. Леорик там. Убивает, да, Леорика убили. Но нету Блэкхола. Пока Блэкхола нету, лучше не ссуаться. С Октарином, кстати, кайф. Блэкхол быстрее АКДжица. Причём очень жёстко. Будет быстрее АКДжица. Я умер, кстати. Есть ещё. Так вот успели. Отлично. У меня ни Миднайта, ничего нет. Ребята дерутся. А там Сайленсор, походу, за мной пошёл, да? Ну, рефреш на экс там, ребят. С рефрешем я соло смогу всех убивать. У меня АКД ещё 40 секунд. Эх, сейчас бы вот так вот, да, прикиньте, помог бы, как хорошо. Попал. Ес, всё убегает, убегает. Ля, ты. Отстань. 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 Пожалуйста. Отстань. Отстань. Смотрите, какой злой. На меня кидай, на меня кидай. Хорош. Какой злой, на нейкс, парень. Злой парень, на нейкс. Души его. Да даже через рейдж погиблый будет. А, ты ему хп зачем даёшь, да? Оп. Пичка летит. Мне долетела. Ооо, есть. Бащер. Так, ну почти есть, да? То есть, есть один уже персик. Персеверанс один есть, ребятки. На файтили. В драках. Один персеверансик есть. Один. На файтили. После этой лесной катки остаётся у нас катка. Центр. Хейл. Потом. Всё. Вот так вот. Не знаю, Энигма приятный герой. Я, если честно, люблю на Энигме играть. Но иногда Энигма очень сильно напрягает, когда ты её пикаешь постоянно. Герой такой. Он очень сильный, но зависимый всё равно. От артефактов. Хочется, да? Хочется Энигму увидеть там. Рефреш. Октарины. Блэкхоллов много, да? То есть, это зачастую вот так вот и работает. Пойдём. Проданим. Солринг. Можно в боковом, кстати. Продать. Он нам уже не нужен абсолютно. Он же абсолютно нам не нужен. Кстати, с Октариином и Далонов можно делать чуть-чуть больше. Видите, они у нас ещё живые, а у нас уже давно откашлось. Ребята драться пошли, а я лиса колочу. Мне нормально всё, переживайте. За меня не беспокойтесь. Всё, погнали к ребятам. Надо делать на вставочку. А они, в принципе, не знают, что с этими пацанами делать. Да? У, глобалка ещё. Они не знают, что с этими пацанами делать там. С браконьерами. Сларк или Орик просто заканчивает эту игру. Ну, я так и не успел ничего путнего сделать. Ничего путнего. Вот так вот делаем. Блочим фукшот. Уничтожаем. Есть. Почти есть Блэк Холити. Усовершенствованный Блэк Холити. Джи-Джи. В принципе, первая катка у нас увенчалась успехом. Пацаны, взяли контрпика, да? Меня похитили. А всё равно катку-то проигрывают. Как так-то? Как так-то? Я ещё кольцо купил. Ой, я тупой. Давайте ещё кольцо купим, да? Я там 33 кольца купил. 33 кольца купил. Я печалька. Не успел и рефреш собрать. Но, в принципе, я думаю, будет ещё потненькая катка. На Энигме. Можно эту катку уже без рефреша заканчивать. Катки потные по-любому ещё будут на Энигме. Поэтому. Поэтому ещё успеем. Я так думаю. Катка через лес, в принципе, удалась. Катка через лес. Получилось. Катка через лес. Лерик, мы будем помогать? Ну, давай, по-моему. Окей. Вират. Вират Бок. Ага, вот так вот, значит, да? Я жирный, мне всё равно. Всё равно. Я регенюсь. У меня нормально. Смотрите, как Акторин меня хилит. Да господи. Всё, всё у меня просто. Всё по-ношипаю. Я так хотел Блэкхоллом ластом. Всё, в меня. В меня бегут, как звери. Тупо. Тупо. Вот им попик, Леорик лоха, повы нафиг его убивать. Типа, знаете, он там рестница всё равно. Главное, Энигма задушить. Ладно. Молодцы. Хотел, честно, Блэкхоллом красивым закончить эту катку, но, к сожалению, не дают пацаны. Сразу хейт максимальный. Пытаются зафокусить. Кого ещё фокусить? Правильно, Энигму. Энигму. Кого там, Сларка, Шторма фокусить? Правильно? Нет. ГГ. Ребятки, первая катка у нас такая, немного уныленькая, но она через лес. Через лес, я думаю, вы поймёте, как стоять. Далее пойдём через Хейл и через Центральную. Энигма в Центральную. Не знаю, я, если честно, по-моему, не видел я Энигму через Центральную, но можно будет сделать. В целом, игра хорошая, ребятам помогали, блэкхоллы. Ну, блэкхоллов особо не было, но а шо поделать? Вы посмотрите на вот это вот. Вот это какашка. И вот это какашка. Просто два героя, которые ничего не дают сделать. Ну и ладно. Погнали, Next World. Итак, ребята, загрузился у нас. Погнали у нас сейчас в Хейлочку идём. Если в прошлой каточке мы играли у нас... Так, давайте Сенсор... Подождите секундочку, сейчас объясню. Сайленсора баним. Баним Сенсора, потому что Сенсор очень-очень-очень жёсткий герой против нашего персонажа. Что нам нужно сделать сейчас? Конечно же, так как мы идём в Хейл, мы будем играть через Грифс. Выфармим Грифсы. И будем помогать своей команде. Будем помогать своей команде для того, чтобы было всё огонёк. Отлично. Смотрите, далее, что мы должны делать? Мы идём в Хардлинию. Я покажу, как ставить Хардлини на этом персонаже. Собираем Грифсы, покупаем Даггер, потом берём основные артефакты, такие как там... Ну, может... Я на Энигме иду, парни. И пикаю, чтобы не контрпик. СПС. Вот так вот сделаем. Напишем, чтобы не брали. Керри пусть берут. Керри берите. Керри пусть берут, пацаны. Так как мы стояли уже лес, я лес показал, как стоять. В принципе, в лесу мы стояли через Транквилл, через Солл, а сейчас будем стоять через Грифс. Ладно, меня заставляется таки брать, да, походу. Ладно. Беру. Беру. Беру, потому что не хочу ждать. Единственное, пуш будет кусать, пуш будет хукать. Очень страшно. Но я тут сжираю спектру, сжираю вот этих двух героев, потому что Энигма очень сильно контрит силачей. Будет очень интересная каточка, надеюсь. И пожелаю всем приятного просмотра. Сейчас будем душить. Будем душить, ребятки. Еще каточка у нас через Центральную будет. Там тоже будем собирать особые артефакты. И если каточка затянется, надеюсь, у нас будут хорошие Блэкхоллы. Конечно же, хорошенькие у нас Рефрешер Орб. И, конечно же, Актерин. Вот это будет пушечка. Ой, что там много ваты у нас. Актери, керри, керри, керри надо. Пацаны. Керри надо. Керри надо. У нас много такого тимпайта. Типа, знаете, нельзя тянуть, называется игра. Я грибсы сделаю. Я грибсы сделаю. Омника репел мы пробиваем. Нам все равно. Поэтому будет нормально. Главное пуджа, чтобы не нафидить. Пуджа не нафидить, все будет огонь. Вроде команда коммуникабельная, очень хорошо. Нифига нам, бонсон. Мипаря взял. Так, что нам нужно в хейл? Берем вот так вот. Берем вот так и вот так вот. Хорошо. Можно один варник себе взять. Погнали. Качаем идолонов. В общем, самая наша основная задача... О, там лего взяли. Печально. Самая наша основная задача в хард-линии, это, конечно же, забирать экспириенс у оппонента и как можно лучше отстаивать свою линию. А именно, как мы ее будем отстаивать? Мы будем стоять на фул. На фул. Экспир. Благодаря нашим идолонам. Мы будем убивать одного крипа и тем самым перетягивая линию на себя. Это наш залог успеха. Вот вся наша карта. Очень лютый пик, на самом деле, ВС. Это кто? О, я... Я Хеназес. Подпишись. Канал. Хеназес. В ютубе. Вот так вот напишу. Пацаны, напекали игру и азбу. Путь страшно, путь страшно. Грязь. И... Да, стрим. Есть. Так, мне кажется, путь еще. Нет, мне кажется, все подхукают. А, путь штан. Я с идолонами. О, хорошо-то как. Хорошо-то как. Душею. Кстати, выживет. Я просто качнул эдалонов, это очень сильно подруинило. Очень сильно. Не буду танчить тут, надо уходить. Надо уходить. Очень много их. Очень много. Помоги. Не могу. Не могу, брат. Не могу, брат, уже. Поможи, поможи. Там я следом умер бы, с идолонами прокачанными. Я не рассчитывал, что он настолько растянутый файд будет, если честно. Я думал, чуть получше будет. Наша задача сейчас это отпушить линию. Отпушить линию, а то что-то крипы стоят тут агрессивно. Я просто корм для пуджа буду. Можно было помочь команде прокачать, но, знаете, Малэфайс, но я уже вкачал. Получается ошибка, но, типа, в любом случае. Ребятки. Надеюсь, next time не будем ошибаться. Кстати, желательно кушать крипов в тот момент, когда оппонент не находится рядом, чтобы максимально забирать experience. Хорошо. Лего там в лесу, кстати. Где-то соло на соло, походу, но сейчас надо будет варк поставить еще. Нам главное линию сейчас отпушить. Линию отпушиваем. Все, огонь. Отлично. Хорошо. Фидалончик. Франс мутнулся. Хорошо. То спектрой соло на соло, кстати, она мне должна проиграть. О, соло на соло, это очень годно. Сейчас будет немного... Немного по-другому будем играть. Соло на соло. Хорошо. Возьмем стик. Сапог. Хорошо. И не тратим пока эдалонов, потому что он рядом. Хорошо. Ну, у вас хитит, кстати, бодренько парень. Конкурирует. Не забываем на карту смотреть. Потому что, возможно, какой-то ганг будет. Оп. Хорошо. Все. Транс мутим. Можно будет соло ринг сделать, но я думаю, я успею... Аркану... Выколотить. Хорошо. Берем третий. Хорошо. Оп. Отлично. Все, перетягиваем к себе под тэшку. Отлично. Спектра аквила. Пока что фармится норм. Ману бы подснять. Кстати, там отводик, да? Молодец, сбивает сразу ману. СКА пришел линию мне пушить. Да, я так понимаю. Я так понимаю, СКА пришел мне линию пушить. Хорошо. Ох, что-то СКА. СКА такой браконьер. СКА пришел просто фармить, я так понимаю. Ну, спектра вообще не фармить на этой линии. Вообще, АСК вот решил пофармить. А, руинит парень немножко. Очень страшно, я думаю. Камбуз к нему. Ману не хочу тратить. Такая не заберем мы его. Почти аркана есть. Почти. О, бомник пришел. Кстати, мы походу без керри, да? Потому что. Мипа чё-то, походу, там фигню какую-то делает. Хорошо. Давайте две маны пришлем в себя. Так, тяжелая карка, походу, будет. Давайте из Камана дадим. А то он браконьер. Еще тот. Гоу и Далонов стакать. Что вам тут меда и намазано, пацаны? Пацаны все сюда идут. Вообще не понимаю, что происходит. Что происходит? Ля, там микроконтроль на высшем уровне. Хорошо. Погнали помогать. Давай в спектре остан, да? Пробиваю репел, мне все равно. Хорошо. Хорошо. Есть в блоколите. Пробиваю репел, мне все равно. Спектра думала, что не пробивает. Начала такая, думаю, я сейчас. Я сейчас покажу. Вот поэтому смотрите теорию, пацаны. О, рутги. Это плохо. Это плохо. А это еще хуже. А это еще хуже. Я понял. Молодцы, молодцы, молодцы. А на топе лич фрифарминг, да? Этот пацан умрет сразу. Сейчас от пуфов. Хорош. Но надо было уходить просто. Не знаю, я не думал еще, что лего там. Ладно. Пуш тут убьет 100%. Тут даже нечего говорить. Прикольная катка назревает. Спектра фармить что-то начала. Можно тп, пожалуйста. Хорошо. 6-й левел, это плохо. Давайте идем. Забирать фарм. Успеки. Очень сильно хуже будет напрягать, я так чувствую. Хорошо. Больше всего пока что напряг сам кинг. Своей игрой. Моя игра, моя игра, говорит. Хорошо. Главное, Меку выколотить. Кто там в лес пошел? Там гоняют пацаны. Попробую помочь. Майдалоны сейчас закончатся все равно уже. Очень медленные. Какие же они медленные? Очень медленные. 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 Очень медленные. Медленные. Оставляем тут. Пусть бьют. Крипов. Пусть злой. Хорошо. Ладно, не попасться на хуку, все. А я попался бы, кстати. Я могу. Какой-нибудь спектр, у кого-нибудь. Ля, что за драки? К успеху. Руш. Рудги вон там еще. Не, рудги опасны. Малый пайс раскачиваем. Ребятки, очень активная катка будет. С одной стороны, это хорошо. Если ловят в сетку. За душем. Нет. Ужас какой-то. Оверактивно. А ну, серьезно? А я не имею 522 мс. Братан. Не достанет, по идее. Что-то пацаны люто дайвят. Я вообще... То есть у меня не мс там 522. Мипа тпкнулся там с травелами. И типа такое. Ну все, я давай. Я готов. Типа гон душить. Жесть. Что хочешь, делай. Омник хильнулся. Всех крипов положил. Криса. Пока что от себя вообще никакой. Никакого импакта не чувствую. Никакого. Там хиль... Он просто хилом их убивает и все. Это умник. 360 пьер урона. Не знаю, что тут делать. Его поможем. Попробуем. Хорошо. Хоть икспа плюс. Все плюс. Пойдет. Хороший ультат аппаратом. Получился. Фармим. Надо двигаться и фармить постоянно внизу. Короче, нет смысла стоять, ребятки. Будем просто двигаться постоянно. Нужно их переигрывать. Сейчас мека уже будет. 11 минута. В принципе, аркана мека это хорошо. Катка очень активная. Очень неприятная. Там Омник. Другие персонажи, которые будут моросить постоянно. Но мы их передушим. Лего там еще, да. Так что нам нужно просто двигаться. Хорошо. Отлично. Так, есть мека. У крипа трансмутни там. Хорошо, мека есть. Можно поесть. Мипа старается. Это видно, кстати. Он старается, но он очень сильно что-то пытается, не знаю, как переигрывать, что ли. Но мы не такие мобильные, как он хочет. То есть я, например, не успеваю за ним. Я не успеваю за ним. Так, хорошо. Малый файс. Берем. Есть мека. Все, можно с ребятками душить. 12 минута мека очень хороша. На помощь. Ребятам очень угодно можно приходить. Есть еще Black Hole. Black Hole еще ни разу не юзал, кстати. Ну, дайгер next-ом попробую сделать, даже без грибсов. Без грибсов. Попробую next-ом дайгер. Буду очень хорошо соло спектру задушить. Соло. Очень хорошо. Но не факт, что получится. Хорошо. Вставляем. Отлично. Надеюсь, Лего там без дайгера еще. Пойдет. Вставляем. Дальше я их не поведу. Нет смысла. Гоу-мид там вроде как драка сейчас будет. Понизу драки. Мипа одного гонят. Гоу-мид тогда пофиг. Там все же ТП хнулись. Толкнем линию. Хорошо. Толкнем линию. Гоу-тэшку. Очень активная на тройке. Но не знаю, к чему приведет эта катка. Интересно будет. Интересно. Крипов сразу надо смыть. Ля ты даешь. Опа, Мекку. Пацанам. Пуш что-то на характере попытался сделать, но что-то не удалось у него. Отлично. Идолы душают. Сейчас посмотрим. Может даже и сделаем грифс. Посмотри, что у нас будет. Аксадаггера нет. Фига, СК кастует там. Али, чульки кидаем. Все, отходим. Хоть 1200. Малый файс в максималку я раскачал. Нормально будет. Как-то у стики. Заюзаем. Блокол еще ни разу не юзанул. А че, типа 5 на 5 нету, драк? Нету. Нету пока что 5 на 5. Можно смело Т2. Пацанов сейчас позовем. Вот тут еще. Чтобы время... А, вот так вот, значит, да? Тогда этих пацанов туда, в сторону. Туда. Там Тэшки еще. Ого-го, к ребятам. Ля, я тут крипами заигрался. А, там кто-то еще фармил. Кто-то еще фармил. Я очень далеко. Спека тут меня душит. Душит меня. Чувак. Тычку еще даст. Хилимся. А еще пофиг. Но сдохнет тоже. Главное, меня убили. Энигму. Главное, Энигму. Хорошо, задошел. Хорошо. Сейчас. Есть грифс. В принципе, 15-ая минута грифса, это очень хорошо. Левел у меня, кстати, как у мипа. Отлично. Отлично. Хорошая, в принципе, тема. Но не было маны, нету маны. Сейчас будет уже грифс. Уже грифс есть. Сейчас тпшимся на мид. Забираем. Центральных крипов нет. Там заберет мипа, да? Пчалька. Все, next dagger. Вместе собираемся и душим. Немного, ребята... Ну, вот, например, мипа. Он очень мобильный персонаж. Он постоянно куда-то ходит. Очень тяжело. Спектра, кстати, подфармил. Оно 4-4 у Спектры. Пока что нечего бояться, по сути, да? Нечего. Го, блеста, донырнем. Аппарат вкусненький. Ультанул бы аппарат. Видели, аппарат право кашел. Надо было ультануть. Ультануть, кнопку закинуть. Первый там он бы успел. Первый ульт. Плюс. Хорошо. Напоминаю, ребятки, игра через хард-линию. Третья позиция. Гривсы. На саб-команды. На максимальную хелпу. Блоколов еще ни одного за 16 минут не было. Можно было с таким успехом даже не качать и качать малый файс на файты. Эта энигма подразумевает с собой драки постоянные и помощь ребятам с дополнительных каких-то спеллов. А именно с третьей и первого. О, понял. Понял. Это плохо, кстати. Это плохо. Это плохо. И зай кнопки, брат. Рош. Лего будет в меня, да, походу, улететь? Ой-ой-ой-ой. Как это хорошо сейчас было. Нипа все равно там погиблый, да? За мной погоня. Погоня. Погоня за мной. Ой, браконьеры. Но я заберу за собой вас. Заберу вас за собой. Роза задушит. Красавчики. За собой вытащил. Бегут за энигмой. 12 ассистов, пацаны. Работаем. Правда, мне пришлось третий вкачать еще. Этот сидит в песочке. Еще кого-то хочет убить, наверное. Ну так вот. Кто там у аппарата, кстати? О-о-о. Зачем продавать? Не надо это продавать. Урна чья? Тоже аппарата. Дайте урну. Визард. Держи, Визард. Тебе Визард. Кто-то продал там еще угракс. Дай урну. Ну, я возьму. Зачем? Не продавай. Не продавай. Не продавай. Не продавай. Давайте возьмем урну. Раз у нас аппарат нас так подставил. Али. О, смокат и пешечка. Печалька. Так, Black Hole. 108 секунд. Даггеров там еще нету. Сейчас у меня даггер будет уже. Хорошо. О, молодец какая. Она думала, наверное, убьет меня. Не знаю. Сомнительно на самом деле. Энигма под розой просто уничтожает. Пьер дамага душит. Пьер дамага душит. Пьер дамага. Дальше даггер надо, ребятки. Для Black Hole. Легич не ту цель выбрал, но бы меня фокусить. Так, стаггер тоже купил. У нас очень странный сам кинг, на самом деле. А макс к рыбу готовится. Б. Надо бэк идти отсюда. О, это гг я сейчас тут сдохну, да? А через репел пробью. О, это гг. Суицидится? Пытается? Пытается пуш под репелом суицидиться? Не, брат, никак. Хорошо. Ох ты. Блэк холл есть, джи. Печалька. О, это трэш. Такой Black Hole, конечно, это гг. Ой, джи-джи. Печалька. Что за хрень? Печально, да, можно было резче нажать, но там типа хз. Можно было Black Hole. Я еще попытался спелл вкачать. Короче, знаете, почему поздно так дал? Поздно дал из-за того, что, короче, у меня Black Hole был вкачан в единицу. Я не хотел еще там 20 секунд этих лишних ждать. Получилось, вот так вот заруинил. Получилось, заруинил. Это печалька, ребятки. Ого. О, братан. Это плохо. Тут мне никто не поможет. Сей толпой, всем гей-парадом. Эх, сейчас бы помог бы кто-нибудь. Ладно. Ладно, ребятки. Пойду лес добью до дайгера, надо дайгер добить. Иначе я так и буду фидить по колдауну, парни. А это очень плохо. Меня втроем принимают. Нас еще сколько в игре игроков осталось? Четверо нас. Печально. Спектра наглеет очень сильно. Пуч. Пуча я убиваю при любых хит-поинтах. Все равно. Кто-нибудь чуть-чуть бы помог, было бы классно. Чуть-чуть, чуточку помощи. Попадает у нас. Они в лейтгейме, кстати, очень сильные. Катка будет жесткая. Он мог его забрать, а что он не стал? Сбирать его. Лес побьем. Не знаю, мне нужен дайгер, типа мы остановились. Вот эти два файта, которые я провел, я криво, мне было хол вообще не дал. Блин, как же мне тяжело, если честно, ребят, гайды писать. Днем я не могу отписать, днем шкалота лютая, потому что, типа, ну, пикают имбы и не играют. А ночью, ночью я после 6-7 часового стрима вынужден писать гайд, это очень тяжело. Это очень тяжело. Так что сорян, ребятки. Кастуй ульт. Да ладно. Еще и он трипл килл. Вообще крисовство. Куши его с руки. А почему не я, а трипл, да? Обидно. Ну, дагерочек хотя бы взял. Хотя бы. Окей. Дагерочек хотя бы взял. 18 ассистов. Помогаем команде, пытаемся. Кстати, хороший блокхолл сейчас был. Хороший блокхолл. Роза прям душит. Сейчас дагерочек, потом агонимчик. Вообще тут линку бы еще сделать. От леги. А может он будет меня пытаться фокусить потом. Хорошо, дагер. Пэшечка. Лагер тпшечка и был сюда. Блэкхолл в кд пока можно. Павкашить. Урна, кстати, нормальная тема заходит. Но типа, блин. Лишнее золото очень тяжело найти для того, чтобы урну содержать. Найти ее как-то где-то. Как-то где-то ее кастануть. Собрать. Уйдет, интересно, мипо. А успел. Или не успел. Леги пойму. Попишем, может. Не будет. У меня 90 секунд. СК молодец, кстати, не потерялся. Закастил ульт. Угодно. Угодненько. Ну понял, отлично. Хорошо. У нас еще 2000 сверху. Не знаю, надо будет что-то от Леги брать. Типа нужно какой-то детекшн. Нужны хитпоинты. Хитпоинты. Нам нужны хитпоинты еще. Попробовать аганим сейчас сделать. Если честно, аганим вообще лютая вещь. Но стоит ли делать ее прямо сейчас, эту лютую вещь? Аганим, конечно, отличный артефакт. Попоинт бустер возьмем. Печалька. Давай, брат, вот так вот джобу подмажу. Сентри. Сентри они сняли там. Галька надо уводить. Почти есть. Я готов, в принципе. Если в Миду будет какая-то суета, я смогу очень больно сделать. Под двоих, образно, даже если поймаю, Лего там не сбивает мне. Акс сбивает. Причем очень больно. Сбивает. Хорошо. Да, обидная ситуация. Я все вспоминаю, как Мипа там один. Его бил, Легион, и... Я заруинил прям неплохо так. Обидненько, конечно, ребят. То есть ситуации, к сожалению, я неправильный момент выбрал. Космака. Можно было Блэкхол дать, в принципе. Не спорим. Но не стоило, мне кажется. Не стоило, мне кажется. Вместе. Кстати, узенько, а 6 секунд на кнопке. 5 секунд. 2. Можно сейчас, кстати, очень хорошо сделать. Ой, как хорошо. Я все нажал. Блэкхол пятерых просто. Давай, давай, лечь души. Хорошо. Вот спека. О, эска там еще. Эска там еще. Хорошо. Бля, вообще лютая драка. Не только не хиль меня. Не надо. Хорошо. Боже, какой Блэкхол. Ради таких моментов и стоит играть в доту. Какой Блэкхол пятерых просто. Прекрасный. Блэкхол! Вот это типа поняли, да? Вот это типа. Отлично. Есть аганим. Там еще Акс так прыгнул. Прикиньте, как тайминговался. Я еще Розу успел кинуть. Там такой дамаг зашел. Жалко, что только 2 фрага прилетело. Ну, next. Попробую рефреш, так как я аганим делаю. Ой, кто такой рьюзнел, да? Без стафа. Без стафа. Прекрасный. Опять мипа поймали. Мипа опять поймали. Рега. я не 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 надо там плодиться там легион заберется и бежит за идолонами фармит их лего конечно такой браконьер бери хорошо надо быть action какой-то давайте под легиона возьмем из интрика один обсерв и вот так вот продадим вообще давайте заварнемся будет тоже очень хорошо есть вся отсек у меня там стак лоха бы осталось хорошая драка серна 21 assist очень годно хорошая тройка если чуть-чуть раньше лишь подошел там вообще тимбай буба смотрите омник там что делает гоу снимем сколько в арт еще минуту в арт еще минуту стоять будет ах ты смотри чё делает смотри чё делает но опасно мне подходить туда лего идет опасно так вот сделаем и дэшка кд 20 секунд из розы конечно ультовать такое себе будет опс опс там фенигму он атакует ричи делает я не успел поздновато даюсь плохо диска интересно а он афк стоит а сэск афк был мипа очень торопятся я тоже яд манси я срож пита выпрыгнул и ты сразу прыгаешь я пешком пошел и ска еще афк бегает желая катка это роша ска го он вообще не управляемый санкинг вообще пофиг а поздно санкинг сейчас драку очень сильно слил ладно мипа там не пошел до типа ну санкинг вообще жесть они сейчас типа сейчас сюда придут и все меня пусть будет кушать по кд глимер сделать эти глимер попробуем 60 секунд надо глимер сделать смогу глимером прятаться и заварбиться в глимере спрячешься все что спектра сокрыт пикта на самом деле мало имеет это наш шанс типа она очень слабенькая на данной стадии игры данной стадии уж вообще нагляет люто хорошо там а яга фиолетовый дошли года а улеги улеги так мне 1000 надо еще где-то достать вот так сделаем давайте сарик косарик надо кое-где достать мумник за мошторну продать для г-1 там помогать хорош соберем боится под малый пальцем шансов нету там хорошо урну дал сбега с хостой чего вы не идете с к с к брат что вот он стал до согласитесь мне кажется он зря стояла пока я бегу что-то пытаюсь там суетиться с кинг жесть просто своя игра свой мир или он ждал что в меня нападут так если в меня нападут это гиги брат лакола не будет и ультом один там не задушишь а еги нет парни я готов короче сделал глимер чтобы как-то подсовываться от них потому что там по-любому не будет никаких центряков и next а ну рефрешер ребятки из актарина рефреш нас там вынесут говорит вынесут нас там говорит было то пока стоите а пока стоите вот она спектра изич спектра изичная она на душе и и что там чего боитесь чего боитесь пацаны не бойтесь главное идем вперед вот зацепила нова но урну даю даю урну не бойтесь а вот там боятся так есть хорошо так вот делаю я готов лаколи есть и с речи делает сатре зацепил меня я живу по идее держу на расстоянии я не буду уйти окс бай байк нибудь дамаги на не знаю надо было сми подавать где такая как и тяжелая игра узко я хз ульты есть ничего не жмется улича там микро кд было улича не было с к был уже кз короче я фармить я не знаю как это выигрывать и поиска просто игнорирует эту катку он ультовал здесь да ну там уже кд был уже ultimate ужас какой-то тяжелая катка очень тяжелыми поддаем проигрываем игру иск а вообще не хочет играть пока у спектры нету там слотов особо надо пытаться переворачивать я ульчу тоже их аппарата бы еще до ребятки их аппарата бы я ульчу что-то пытаюсь но опять-таки я поздно даю ультимейты я и сейчас на не уследил сколько сейчас там хп у мипа но потому что это невозможно почти уследить на уставшие глаза ли щас ульту будет кидать жди 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 и брат не умирай пожалуйста пусть берут берут а вот я же про это же меня кушает до санкин брат ну помогай пойдет под розы просто раздамажили все что можно и нельзя не спушится души его будет глимер сбиваю урной хорош еле-еле но сделали его таки мамника так еще бой ты есть рефреш почти тяжелый тяжелый файта но с рефрешем кстати я соло смогу решать уже соло смогу решать соло смогу решать для команды ботненькая каточка я тут стою у меня уже блэк холл есть надо бежать и поотдаем отдаем еще сторону хорошо я далеко пахевич прыгнул акс помогаем господи давай давай эх ю какой позорный ладно блэк холл солерит заделаем кастим до конца ломаем тэшку жесть сага уйдем отсюда б уйдем хорошо пойдет молодцы ща от кд и ка бх будет жесть лютая катка не знаю 28 ассистов очень много смертей но она тяжелая у мипа то 16 смертей вообще в принципе он принципе что-то пытается нормально делает на угле пацаны пробуем засейвить нет от хг от хг парни стой сер рифтер есть давайте на пятерку перестань рож там в лего с башером кстати может нормально душить меня спека на топе молнию делает кстати это правильное решение типа жир нет смысла уходить потому что я все равно этот жир уничтожаю жир все равно уничтожаю вот так вот сделаем центре опс по одному главное на вардинге там не сдохнуть погнали попробуем поставить хорошо 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 делаем пойдет хорошо б б б б б пойдет топ дефить есть рефреш почти есть black hole сейчас главное не накосячить с кнопками вообще по кайфу сделать рошана не отдадим 14 сек мипа 14 сек 44 секунды я когда я барни 38 сек но если я скатом развалетится это очень хорошо 1 роза туда кину розу кину 20 секунд поздно ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй а fouко нормально Ну, у меня еще 11 секунд, когда А если я вагру прям прыгнул Лича под сейвем Блэкхолл будет уже 2 секунды О, хорошо, в четверых, прекрасно Отлично Отлично Вот этого пацана давайте Как хорошо Да Малэфайз душит еще Давай-давай, потянем Малэфайз сейчас будет за душем Гэгэ, найс Хотненько Погнали, сторону сломаем какой-нибудь Сейчас Акторинчик Акторинчик Неплохо, в четверых, в Блэкхолл Очень хорошо я сейчас решил Очень хорошо Хорошо Могли просто в наглую пойти пушить Не знаю, что мы не жуемся КД 120 и 140 Несмотря даже на такую обоссанную игру С моей стороны И все равно катка успешная Катка успешная Катка успешная Катка успешная Брат, вот так сделаю Малэфайза кидаю ей Ну скорее всего Мипа тут заберут Мипа заберут Б Б, не торопитесь Я КД еще Пофармите Зря Мипа Бэкнулся Сейчас Акторин Глядишь, выформлю КД 50 секунд На то, чтобы Акторин Выформить Это невозможно Постараемся Постараемся Курума Газ Хорошо Есть монета Нет монеты, да? Лего фармит тут Чуть еще Я не успеваю Дофармить Монетку сейчас возьмем И желательно было бы О, ми, бога, гг Без байбайка сдох Вот нафига там стоять Б С 120 секунд Глиммер потом еще Можно разобрать БКБ Я не знаю Тут БКБ Мне не нужна Сами посмотрите Что за пик там Там мне никто не сбивает Акс Агрой Акс Агрой Через БКБ собьет Аксы через Агру собьет Вкусных грипов Кушает Тут что Хорошо Они хг Хотят пойти Наверное Я не успею Дофармить Да Утих пацанов Давайте Ля вы психи Жесть Сейчас Дариться будем Только не умри Близ Только не умри Близ Хорошо Отлично Буду держать Их сейчас Ой-ой-ой Это сейчас Тимвайт будет Закрелка Ой-ой-ой Ой, Санечка Снимаешь, да? Не, ну это На вставочку Безусловно Жесть Это на вставочку Вот это да Это на вставочку Хорошо Ну надо закончить О, низ И лимит Скаба и бэк Тоже Так Идалонов Оставляем Погнали По миду Надо Ото сторону Я кд еще Линку сделать Вместо Ну сейчас Глиммер Помог Кстати Зайти Они прогуляли Прогуляли Очень сильно Зря мы Все стороны Подпуршиваем Мы же не зайдем Не зайдем Не успеем 50 секунд Уже не успеем Б, парни Парни Текст В раку Пойдем Заваржу пока Все, завардим Плотно Плотно Ребятки Плотно А где О, у нас Две куры Да Я понял Кто Мипа опять Умирает Да Не имя Сыму Стоп Ползай Брат Уже Есть Пх Я Соло Там Убиваю Как бы Но мне Нужно Встать Правильно Я Я погиблый походу успел я в принципе то и что происходит тим вайп просто им вайпе пока там с артефактами для что делает псих всех но роза хилит удушить роза хилит очень сильно а стоп падает падает ребятки аппараты заморозили т.п. пацаны тск дефнет наверное спека еще не улетела на розу держим уж байбэк плохо бэк с пуджом разговор короткий по идее должен быть шеи вон под розы умирает просто жесть смотрите как хп уходят у пацана уф все стороны эти прыгает умирает стопроцентно вот и куда дорогой души и с руки рожь уж для вот это конечно годная катка серьезно несмотря на те ошибки но очень много сочных и потных моментов реле очень много но надеюсь ребятки оцените такую катку хотя бы просмотром жесткая игра жестко жесткая катка жесточайшая это жесть как я успел там искать еще подстанет прикиньте вот глимер который ну я не знаю на это жесть пример как же мне помогает жесткий мир и стан с к помог жест молодцы целом молодцы ребята все равно не сдали задушили очень очень грозная игра 37 асистов жесть давайте кик тут уже гига ему по-любому пик и третью сторону эту сторону жесть это конечно да black hole уже есть почти эти почти баха чтобы я тут еще доделал хорошо я бы тут еще до купил себе дополнительно линку бы надо так мега крипов сделать роза жесть как меня хилит либо хекс либо розу лично ой розу либо хекс либо линку доделать прям жесткая катка получилось ребят согласитесь держи дорогой бегем жестко жестко это жестко жестко беге праздничный бы холл устраиваем нормально жесткая катка у нас получилось ребят очень много ошибок был но тем не менее все таки эти блэк холлы которые были дайвовый вот здесь этот блэк холл вот здесь и на рашпите они все-таки решили серьезно не знаю мипа у нас сдох 20 раз прикиньте 20 раз на мипа сдохнуть это конечно нужно умудриться по по фиду кстати победил он нормально не знаю судить вам катка вроде красиво были black hole и были ошибки но в тем не менее очень интересная игра надеюсь она вам понравится и сейчас мы пойдем другую к точку другую ребятки надеюсь этой каткой вы насладились сейчас мы пойдем через центральную и сыграем через классический я думаю радиенс так что дайгер агенции поехали что ж ребятки идем на экстовую центральную ну что я хочу от центра я если честно хочу выформить себе радиенс и поиграть некоторое время с радиенсом с радиенсом подфармить и конечно же додушивать очень хорошо так баним и сайланс радиенсом с агентом с бани 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 сайланс и идем центр центр хорошо идем центральную линию написали еще раз пацанов чо гелос ларка инва усу взяли но усы кстати такое такое посмотри что будет в пике оппонентов и будем исходя из этого что-то собирать и также будем раскачиваться возможно не будем качать идолонов пикайте давайте 2 пик и enigma пуля для ну ясно сейчас пока на контрпика это просто жить ладно ничего страшного взяли на фп сейчас будут clockwork и риксары и пуджи и все вот это самым соку и я не знаю получится что-то сделать или нет ладно пришлось фп брать и нигму потому что у меня просто ребята сидят пока пудж есть галочка поставлена первый момент но пуджа кстати изи контрить бх сейчас возьмут я думаю бх либо с лордаром будет очень хорошо и далее посадим чего в твоих виках не хотели пацаны брать ладно мы идем центральную с центра я хочу вывести потол глиммер дайгер что-нибудь такое нормальненькое посмотри кто будет на меду все что надо будет урсу подконтривать пацаны там кстати тоже такие же любят монетки потерять надеюсь катка получится интересная надеюсь будет норм надеюсь никто катку не будет игнорить нет нет это не гайд некролути пролути взяли некролути это хорошо да я написали хорошо пудж пудж это плохо пуджа задушим я думаю малофайса и midnight и гг взяли траксу тракса кстати крипчиком будет очень много с руки будет вносить сейчас посмотрим как она все это будет микролайк стоит тоже неприятно линку надо через бкб он будет сбивать через бкб сбивая через бкб сбивает чалька твоя героя поэтому фп ненавижу не убрать никогда не берите нигму на фп всегда просите чтобы брали но если вот такие вот четыре игрока то к сожалению берите тогда первым что поделать золото не теряйте пивер нормально пивер то нормально пивером приятно будет стоять будем тушить то погнали в центральную ласт пик у нас остается сувеньяр какой-то сувеньяр остается парень для я уже столько за компом сижу вы даже не представляете но надеюсь вам понравится этот геймплей кому-кому кому нравится хотя бы что-то будете понимать на нигме поехали хилочка есть кристалл класс пиком ну чисто кормчик наверное какой-то у нас спектра в команде есть это радует надеюсь со спектрой будем душить так вот делаем перекинули артефакт и малый пайс на блин это смешно и типа знаете 0 25 секунд это что-то страшное 0 25 секунд малис малефайс это просто смешные цифры не знаю вот секунда и тоже серьезно то есть секунда потом через 2 секунды как бы еще полчаса там сразу там даже не через 2 секунды там получается если вся длительная 6 по секундам 1356 полчаса 136 до получается так срабат я же разбирал как сидел как-то не вдумываешься постоянно как она работает знает что общая длительность 6 секунд там стан каждый там каждую секунду у через каждую секунду станете пока бы не паришься вообще нормально по секунде главное станы стану очень крепкий кстати да могу тоже нормально 200 урон нанесет баланс кстати очень хороший то что 200 урон наносит не больше потому что под розой там под нами на этом этом просто нереальное количество дамаги просто нереальнейшее количество дамаги мне кажется пушит будет хукай да хорошо взяли побежали монетка кто на миду будет тракса наверно из тракса будет минут очень хорошо так ну кристаллойтки по ходу gg кушай брат деревица вкусненькие деревица вкусненькие кто-то там люто стопи давайте не будем стопить чтобы заруинить ему главное прокрепить кстати в миду нормально и сейчас путь апнет левел не умереть эти сразу пошел то есть понимает понимать сейчас очень много мог на дамаже да бежит просто наперед а молодец хороших лук . тебе тычку держи хорошо будем через миднайт чтобы не кормить упа отлично хорош путь лучше лучше хорош вообще умничка ничего не забрал если он будет нападать типа там пульсации плюс алифайсы и тгг там шоке будет и печалька а теперь агрим пойди он не должен меня в миду выигрывать тут собираем крипа он потерял сейчас experience хорош сапожочек возьмем подраться чё брат как дела хорош хорош бедная долго к даешь сам все что есть сапог уже злиться 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 парень первый раз на раз такой нигмой стоит рожь но мид на 10 уже ас на руну пойдем ботал на экстам ребятки через ботлик руки потеет братан хорошего жалко жалко конечно что нету ботлом так можно кстати подставиться на хук на кнопки меня пытался развести прикольный путь кстати нормально стоит он пытается как-то но не стандартно применять какие-то нестандартные действия ладно не судьба допить этого крипа нестандартные действия против такой энигмы то есть он пытается как-то разводить что ли на кнопки там кнопки как вот пытается развести до мангусик хилочка там пришло а малыфайс кстати качаем пойдет хилочку юзать гантели потерял брат ладно алыфайс отдали нормально щас ткадешься ботлик есть ботлик имеем пока что фришкой стоим вообще уж потеет будем драться с тобой хорошо парень вообще жестко напрягается не может ничего минус наверно просит ганга в мид уже первым ходить дабы с арбой прикиньте таракашки арба у меня армора нету вообще прикиньте входит коньер дилер вот здесь сейчас стоит сто процентов да вот простой дорогой хорошо но я сейчас надумал я выживу но знаете чем моя ошибка нужно было попытаться накинуть хилл и уйти в блэк холл типа я не думал что как-то так все получится там таракашка видите обе сел плохо разыграл плохо а что сделать втроем гангает я чтобы в чё там тут робот вам что ли робот вам что ли тут я вам робот что ли тут тащить катки так ужас какой-то и нигму мидерской гангает но у меня 24 крипа кстати но неплохо но делать бы лучше самое смешное что даже некр пришел своей линии он с инвизом был кстати с шестым левелом он меня на изи убивает я мидас хочу сделать ты хочешь мне добыл . дать гиминейт ивер тоже пришел мид пармить короче иллюзия плохо это настоящий уже таракан боже как он агрессивно играет он пытается меня задушить тут у него может получиться еще почему нет там еще и некор господи он меня просто пытается передушить тут дайте хп пацаны это ни у кого а вон такая урна пришла он вообще нагло играет на вивере пацан заходит в барыне туда урна их пара фигнул бы их забрал набор раньше из набора почему не хильнул по кайфу но я народу руну уже не пойду так у меня почти есть блэк холк блин агрессивная катка люблю такие на самом деле вивер побежал с учетом у спектры у минус пика сразу таракашки жесть какая вещь . что у меня опять урса идет гангать на же урса теперь принципе все все уже из оппонентов были на миду кроме урсы хорошо ух нифига у тебя там нифига у тебя там но это гг я че-то думал у него аегис поэтому не стал жесть я думал у него аега садагер не знаю я сдох опять запарил этот вивер я хз морозь вот этого таракана рош эх и пуч почти сдох этими даст добить даст чуть жестко вивер агрессивно очень играет бежит кстати хорошо что он там у него видимо маны на улице не хватило кайфу доме на сеть трансмутин больших грибов очень агрессивная катка мне нравятся такие как ребят надеюсь вы кайфанете знаете там беготня суета вот это все люблю у пацан погнали почему играет через не через и долонов а потому что финны это кайф без и долонов тут типа видеть обычно не берутся для того чтобы там ну не видеть постоянно плюс малый файс раскачан это вообще чё за вещь очень мощная вещь первое что мы сделаем наверное это даггер ребятки купим тут даггер или глимер я не знаю посмотрим что что будет так у меня кстати 40 крипов кстати больше больше 45 крипов я у меня не получалось на ними делать очень слабая на мидер получаются как мидер очень слабый герой но ее и это что дота только чтобы он файсу даю хорош жопу помазали этому реки марыча маленьком маленький крысе помазали жопу представляет такой маленький крысенок мы его жопу мажем еще не опытная криса такая маленькая нас не сломают да они мне решили мид сломать тоюзники круто в принципе хорошо если я добью ама разобрал плохо грибы зажали его хорош но в т.ф. зачем добиваясь так теперь их хз где фармить сломали сломали мне мид и ушли пармите хорошо хорошо gg этих пацанятков оставляем тут тегерочек сейчас фармин ддшка с ддшкой сейчас подфармим еще погнали мид как раз подпушится как раз подпушится чисто еда луны на мясо можно было плюсы качать чисто на мясо на мясы мега мясы есть black hole но нету даггера зато лес хорошо пофармили отлично так 1700 золотых возвращаемся в центр у пуджа кстати вообще все плохо у него не мид азов ничего нет у меня отлично все я хорошо мид постоял у него золотые щена получается но я случайно не планировал добивать ухан в миде я там жестко задушили пацанов или если сейчас так пойдет можно попробовать да не лучше сделать даггер в любом случае не тупо ходить сакры дамы неизвестно когда его дофармить радик пацаны поэтому лучше дагерочек давайте возьмем вообще вурса да там еще вурса просто это очень плохо будет потому что вурса там еще сейчас руну как раз заберем конверт вот этого пацана на мид этих пацанов и дал он и в принципе нормально соло там на лайне где-то фармят красненькая просто хорошая руна пофидим немножко есть кстати можно надолго за мной будет все сделали основное что нам нужно теперь можно выфармить радик я соберу радик отлично будет отлично будет спасибо ну кстати радиенс спектре куда лучше заходит нежели чем какой-то энигме по факту я бы подраться кстати пошел бы можно сейчас такие вещи там делать вон на шоу круги меня тут не убил то поможем а есть с видел барин хорошо пойдет я тоже сильно не хочу бойтить сильно бойтить не хочу чтобы наверно отлететь хорошо с мидасом кстати кайфовало схитить скорость атаки чуть повыше так ну фармим радиенс драк нету пока что все фармят и я в принципе тоже не вижу смысла прыгать первым энигмана такая она должна знать сдать и как и магнус удобного момента сон очка и атака хорошая красивая качественная есть ребята внизу душат как же они душат как же они душат как же они душат я чисто для вида наверно победил там для вида победил ломаем топ хорошо 2200 уже очень быстро кстати фарм идет на данный момент очень быстро нету руну забрали сейчас кинем мидас наверно большого крипа мидас и маленького крипа создадим крипа создадим 2600 фармится быстро фармится быстро фарм хорошо с идолончиками по кайфу быстренько можно и не качать их в принципе идолончики такая тема ребят если видите что там очень много массух различных именно там всякие массовые магии то желательно не качайте тогда просто чтобы вы не кормили и все либо юзать только в те моменты когда есть возможность ими нормально сыграть этими идолонами иначе пацаны иначе иначе будете просто кормить так вивер на топе но вивера я не заберу наверно вот сюда руника руника пару так вот делай я курс пацаны не душите шоу такие злые шесть там ребята вообще душат союзники союзники вообще душат люди там я ща ни один black hole не газанул типа щас радик уже будет сакорот минимум радик максимум гол бегаем оооо гг успеет хилиться хех хех вот это везение да куру забрали плохо ща вивер такой тут вылазит ооо привет я такой ооо привет хорошо животничь жесть это кстати нормально дал бы кто урну было бы по кайфу без урновые получается без урновый ооо 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 о оп рудге на топе а какой счет вообще там мне кажется вообще счет 618 кстати не сильный счет какой еще сильно провалено тем не менее так делаем хорошо почти радик имеем спектра кстати по билду 83 карты пошел так дайте мне сюда пройти сейчас уже радик будет внизу медас кидаю кидаю медас кидаю крипа и это армалды хорошо пацанов по низу почти black hole уже 3 есть в этом блин преимущество медаса очень быстро раскачиваешь любого персонажа тупо фарм артефакт если хотите многое быстро выформить медас добрый вечер хорошо ее на базу ляг там ребятам бы пойти но радик есть радик на базе сфидя да рики сфидит сейчас спека сфидит вот туда так вот делать пацаны сфидели как раз энигма выйдет с леса покажет где раки зимуют блин самое забавное что типа я фармли у меня все гуд жалко розы нету бедной да ладно так я умру сейчас осуждаем ну лучше так чем я бы сдох сейчас серьезно я прыгнул не смог малый файс нажать а ты пешки ушел буду ранее кстати забрал бы выбора не забрал бы кстати погнали печально но мой микроконтроль здравствуйте мог сейчас пуджат забрать но не стал на него бх юзать типа ну с хрена ли на него бх там юнска еще бх слишком жирно погнали отлично вот так сделаем так ребята под форм пошел под форм пошел под форм пошел дополнительно ну что мы кушать мы по тему их если честно тут по билду вот что нам нужно сделать по билду бкбху надо вот бкбху сомнительно Он фарм пошел Пацаны, рушат Тревел сделаю сейчас Двигаться Можно глиммер сделать, чтобы хуже не видел меня и ЦМ А, ЦМ за нас, все Я просто в прошлой катке в СЦМ играл Вот и все Так, погнали, попробуем поддушить Пацаны сами там душат пока что Но мы все равно, так сказать, на суету Пару убивают Пивер душит Я позиционку потерял Типа, слишком далеко было Слишком далеко было Сейчас, тревел, хоть побыстрее буду бегать Есть Я не успеваю просто за своей командой Не успеваю за своей командой Что именно работает? Молнии? Нет, молнии нормально Некор там Некор с БМом Кстати, можно бы сейчас прыгнуть поддушить Послушаю Не души Я умер тут Умер Урса вообще не в тему Че ты там делал, брат? Ладно, фармим Надо еще пофармить Сейчас бы глиммер зашел, кстати, да? Глимер зашел бы Давайте глиммер до кучи сделаем Глимер до кучи Хорошо Вивер там Ах, хук пуджа Лол Нифига, я думал сейчас нам будет получше А умер тут Умер бар Чпонь и бежать Не убежишь ты никуда уже Вивер леса колотит Гоу, все-таки Глимер Сделаем Глимер поможет нам очень сильно И будем делать аганим Выходить в аганим БКБ эхо БКБ эхо Не знаю Глимер хорошо зайдет Глимер Вивера за ультимейт Будем убивать А там рифрэш уже соберем Ближе Че по блэкхолу 50 секунд А, соточка Все понял Понял Ну, опасно Так, понаглую Знаете, туда тпшится Да, вон там не, короче Был сюда, туда влез Ближним кемпом Хорошо Плюс оно Водпыха Я как раз Глимер подниму Глимер вообще тут мастхэв Некорость АБМ Придется пока поделать все равно АБМА 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 придется делать АБМА Хорошо 1800 Рудге Рудге Брат Беги Хорошо 1000 140 крипов Пойдет Рудге оттуда так и не уходит Так, есть Он ищет кого-то полегче Типа и не ему Какой-нибудь там Любовь И души Хорошо Хорошо Спектровый брат Я вытолкну его сейчас Блэкхола Для таракашки грузят меня Ой, ну жесть Ладно, год за вардем, наверное А вардов нету Где кристалл каварды Жесть, ну тракса нарезала Таракашки Таракашки Люда душит Вивер одевается по чуть А он вард вот этот Не знаю, барр поставил На такой севард Такой севард Ладно, на 40 секунд Отправила нас тракса Мне 20 левел почти Жесть Жесть Жесть, жесть, жесть Это, в принципе, не страшно Норм Играем Играем Ужа сейчас смогу вниз Кстати, тп А, 20 секунд еще Не смогу Я его соло убиваю Под миднайсом Под миднайдом, вернее Миднайдом Малефайс плюс миднайд И типа тычки Радик Там до свидания просто ХП улетят Даже несмотря на клааку Клаака не поможет От чистого урона Первый спел Срежется Радик срежется Все остальное нормально будет Так, вот тогда сюда тп Или все-таки на низ На низ попробуем Кату еще будет стоять Ласхитить Бля, откуда узнал, что Ну там же крип тебя бил Там же тебя крип бил Его же там крип бил Чего он боится Хорошо 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 У меня есть кнопки Чтоб глимер зайти Билер еще пришел Ах ты, криса Рокса, наверное, палит Там линка Нету блэк холла О, дорогой друг мой Хочу спеть тебе песенку Прекрасную Нету кнопок Чтоб Помочь О, так ты же Малэфайз поднял, брат Там гг Никак не уйдешь Хорошо Если там Ловит Малэфайз Это уже все Это уже все Дивер там Нежилец Нежилейный Так сказать Нежилейный Нежилейный Хорошо Тут 3-300 Это в принципе Тут можно по-разному сейчас переиграть Можно аганим сделать Аганим сделать Кайфу Кайфу Хорошо Вот я сейчас думаю ВКБ Эхо Или что Что можно сделать ВКБ В принципе Хорошо Зайдет А пиверу еще Подзбивать бы Чем-нибудь Я весь лес Чищу Конечно В спектре Вообще Ничего не остается Куда Это минус Не хватило Чуваки Чувак Ви Хорошо Вот так делаем 5000 на кармане Я в принципе Могу сделать Сейчас аганим Я с тобой Отлыги У меня полкд Ой Барона фидил Сейчас аганим сделаю Ребята там пока фидят Занимаются своим фид Конторствами Жесть там Пацаны фидонят Пацаны фидонят Наши силы Они под атаком Или много Домога нанес Ну ладно Пацаны с фидиль Это дальше Пармем Получается Получается Так аганим БКБ Можно выйти Рефреш 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 Хорошо Джим 1600 Слушайте На самом деле Проблематично Подобрать артефакты Когда у тебя Прям золото Жопой Низ Прям вот Жопой жуй Называется Золото Очень много И я на самом деле Сейчас не знаю Что мне будет Намного лучше сделать Там некр Я в БКБ Я очень много Типа нанесу Октарин Очень хочется сделать Но что типа Без октарина Будет очень Дашкварно Рош Это гг Это гг Так 2 300 Линку От некро Давайте все-таки БКБ Хо сделаем Мидас У нас еще есть Мидас Продадим Если что Мидас Сейчас Поднимем Сейчас 5-6 тысяч Золотых Копеечек 5-5 Драться Пошли Да По низу Поехнемся Спека Там Гонит Урс Согоню Душайте Душайте На Тпшку Бежит Будет топорик Продавать Я не успею Наверное Не успею Наверное Тут Где-то Не Уже Успел Не замыть Крис Она Чуть Чуть Раньше Да Чуть Раньше Так Ладно 4 тысячи Золотых Бкб Очень Хочется Но Сейчас Кстати Бкб Мне Нафиг Не нужна Была Да Если Хороший Блокол Бкб Не нужна В принципе Фбм Убиваться И так По кайфу Линку От Пуджа Еще От Укуса Давайте Линку Может Сделаем Очень Хорошо Будет Вертам Хекс Может Бы Дальше Зашел Какой Нибудь Цеплять Хорошо Вставляем Все Уходим Оу Смотри Что Делает Души Отлично Так 5000 Есть Как я И говорил Сферу Хочется Вивер Там Блин Хекс Хекс Б Смех Дальше Не Берите Мне Не Не Нужна Она Она Не Нужна Я Линку Сделал линку сделал и репресс сделаем линка рефреш пол рефреша есть уже кстати глимер продадим рефреш очень быстрый фарм с радиком получился сейчас в этой катке быстрый фарм почти есть били на кого-то мы же с просто сравняли с землей со злой бкб только как салатарная гул гонять ой как хорошо я вовремя и санат ой да ладно ской дорогой я black hole юзаю он стилит для вообще ладно пойдет пойдет саль в бою все методы хороши даже крыса маровские стилы под бары очень быстро двигаемся 6 на в реке нарезает сушки ну на самом деле катка очень такая получается дерзкая фермерская 40 минут мы почти ловы очень много мы подняли я не знаю очень много подняли такая катка получилось принципе среднего левела салит чё мы угли мир язык ой глимер даст и я ушел стой ты что псих что ли кто-то мне фарм обосрал сейчас на пудже чувачок фарм обосрал вообще жесть как или миру чек есть на глимер продаем даст и начали покупать таракашка зацепился таракашка зацепился Жизнь брат, как ты так, спека, арты, прогулял артефакты парень А как упала? А вот надо фишки здесь смотреть. Так, ладно, глиммер поддаем, рефреши, гоу. Два раза на артефакт правой разбирается. Вот так вот. Правда, сейчас вообще не какое-то. Никакого сейва не будет. Что там, вивер, 10-10-10. Молодец, наколотил. И радик, наверное, поменяем на что-нибудь веселенькое. Есть. Да, я не успел чуть-чуть. Хорошо. Пойдет. Бкб ху. Ну, ну, сообще на таких крополях уж. Куткис. Есть рефреш, в принципе, пофиг. Радик сейчас будем менять. Сейчас Бкб ху сделаем, наверное. Радик поменяем. Все-таки Бкб ха нужны вещи. О, я помогу. Да, я успел, прикинь. Успел. Я на топ пошел. Так, пацанов создаем. Очень не хватает в этом билде вот радик, когда есть у тебя его потом поменять. Мы его в кур закинем. Это понятно. Можно сюда Бкб ху, можно Акторин. Ну, вообще желательно Акторин, типа Акторин. Дает очень быстрый КД всей этой конторы. А то у вас такие. На косты. КДшки. Что ужас какой-то. 110 сек. Но есть рефреш. 110 сек. Го. Ждем и го. А Блакхола вообще нормальных не было, кстати, в этой катке. Топ забрать бы. Круто. Ребята там фидить пошли, да? Ну, ЦГГ. Ну, я топ туда пошел. Рики там по-любому сдохнет. По-любому сдохнет Рики. О, хотя бы не на Рипера. А, на Рипера, да? Не убьешь. Хорошо. Пошел в прокаст. Стоит, дерется. Стоит, дерется. Стоит, дерется. Глимер, кстати, на пудже. Это хорошо. Все ок. Глинка есть, можно поесть. О, щит. Фига тракса, какая лютая. Кстати, молодец, могла забрать. Лотарная. Лотарная таракашка. Мы еще не запушили. Манту потеряла спектра. Из-за неопытности. Здесь бх, можем. Гол, бкб. Я не знаю, бкб тоже мне, я глимер зря продал. Там им нужно напрягаться, даст и покупать бкб. У них нет такого, такой фигни, которая бы, ну, нужна была бкб. Там один только плейдмейл. Там только один плейдмейл. Только тракса может салом подсбить. Подсбить. Грис бы хорошо зашел бы салом снимать. О, найден. Таракашкин этот. Вот так сделаем. Что там попался? ЦМ-ка. Ой, там все гонамид. Попробуем. Задушили уже. Там узенька, кстати, удобно будет драться. Для нас. Печально. Вивера задушишь, брат? А я убор все равно. Ну, куда? Куда вы ездите? Бкб, так сделаю. Бкб. Бкб. Без меня. Бкб.. Уйдите. Я хз. Ммм. Сейчас тревел второй. Сливают пацаны, получается. Идут, фидят. им лучше не торопиться а собраться и пойти по одной линии сложно знаю зачем они идут просто но усложняют усложняют еще не кровать сейчас возьмет тоже артефакт на день я уже слишком жестко за пока он но они видите они ломают эту позиционка они идут и сидят просто я вынужден так драки криво проводить что я хз с этими рефрешами с ультимейтами спектра сию сделала зачем тут блин бант над он-то и поехала 27 секунд сейчас радик выкидываем рошу вместе и вместе топ или низ и вардинг тоже вместе есть все спектра ушла до похода пока печально вы не получается только уже крипу зажали уж под севитом и урса там так мы забрали этих пацанов вот эти врут сейчас нету кнопок поджа заберем спьер дамаги роша уру на дам все поехал фарм отлично чуваки там работают я готов уже ульту раздавать я уже готов ульту раздавать на правда ребята будут ли готовы пейте так поставлю курьера я все есть то есть ждем реки бери бери и в петер он в блэк холла будем давать надо поймать нам пуджат роксу закинуть розу сделать как надо по кошерному хорошо хорошо с коржи забрали отлично иллюзия ли настоящий настоящий можно забрать кстати сюда уметь смело мне кажется оппозиционку держать надо тоже мне сюда куру я топот пуш пока будет отлично оппозиционку держим не подставляемся вот так подпушивает я не буду первый танчик пацаны там пара побежал ужас что делать браконьерский я без альтой без ульты из кнопки то что а реки должен начать еще сейчас день днем меня видно типа и но я топ ломаем радиенс джим джим сделаем лучше без блэк холла даже блэк холл пока что не нужен был у него есть таракашка не поймать даггер сбили даггер сбили я вурсы не попал прикиньте какой себе ох так все криво как все криво как все криво это же есть просто как же все криво они стоят позиционку высчитывают выгадывают я не могу так не могу прыгнуть не могу прыгнуть они не стоят вместе типа серьезно вместе они не стоят я там что-то напихал на типа такое ужас и вместе просто не стоят я тут просто на подпущенном держу выйти отсюда секс сделать вместо чего вопрос travel 2 ждем репресси делаем хорошо идем ночью бы ночью айф атаковать и друзья работная начинается печально ой бред 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 спектра пытается заруинить сразу парень умер уже поделать учиться мне главное правильно black hole поставите все на типа я не могу нормально кинуть из-за того что они не стоят вместе они расходятся постоянно там тупо ворот что забегает пытается цемка тоже что-то цель кастик наводила суету было бы лучше намного лучше сия ульта ну просто красивые вверх вверх вот сюда держать гем надо там вивер страшный пацан очень опасный и нас раз вивер умер кстати а есть все не спать и не спать и очень хочется акторин сделать знаю все по рубайма пока что без ради к но чем бы ждать я не знаю бар вообще как крип умирает я хозе а я рефреш нажал да что я понажимал ужас какой я рефреш случайно нажал место своего бинда это провал я случайно рефреш поражал прикиньте я зафейлил час лютая рефреш случайно прожал просто репреш нажимая короче в начале драки репреш случайно прожал а я руиню уже тебя уже не спектра руинит а я руиню я руиню я руиню уже текст надо делать не могу black hole поставить 10 секунд пойду дэвиться сейчас не крачей буду делать еще глиф кто-то слил глиф слил глиф слил бх 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 м м или или м а я слил только что замес это вторая сторона сторона просто из-за того что с того что я дуралей верблю убежал это но я не меня нету ничего сари пацаны это ничего это ничего ребятки отстань что хочешь офиса как-то я хоза но бог правда нету чек сейчас сделаю наверно до вивера я две стороны отдал просто две стороны отдал их ошибкой мискликом не знаю как хотите называйте это не знаю вместо линки хекс сделать попробуем я не знаю что еще делать пока бэха нужно бэха нужно вместо линки так куру наверх вводим есть кнопки сюда врагик вывесил пятером беритесь а ночью нет там пуши да хочу полить пойти сейчас правда можно в рипера отлететь что поделать байбэка нету еще 900 сюда повесил если что хекс есть да опять он там запилю и лететь надо сюда горите чё надо хорошо он там стоять по ходу будет на вивере у меня хекс есть нужно попробовать зацепить кого-нибудь хорошо все зацепим я манья герой отроли потерял да реки можно пройти дорогой хорошо 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 ну я реклама дожать А я в БКБ вас убью Обоих Хорошо Бай-бай курса Лучше Та камень, не меня Рипера, пожалуйста Кого угодно Я вот так сделаю Рики, сыр нажми Сейчас сдохнешь Рики, сыр Не, нажмёт Ничего не спушили, да? Я в шоке Я еще с кнопками У тебя бы Чуть топ не потеряли мы У меня есть вот эта кнопка Вот как такая катка перерастает вообще Ну, под Не знаю Под перерастает по топу Я там двоих, считайте, убил на топе Просто, сколько урона вносится, да? Та не БКБ хижмут Толку нету БКБ хижмут толку нету У нас голые стороны В сторону В сторону В сторону В сторону Хорошо Малый файс есть Ладно, я БКБ успеть нажать В целом Ну, вот этого пацана лучше побить В этом пацану дайгер Позбивать Нет? Что за раз синхрон? Как же ужас Додушить, додушить Хорошо Ой, как хорошо Прекрасно Топ подпушивается Вивер опять на топе Ого Вивер на потопу Пушит, да? Оооо, ЦГГ, да? Две секунды Проживу? Нет, не проживу А можно вижен, пожалуйста, убрать? Что за бред? Меня просто застреляли Где Бара? В это время было Ну, Бэйбэк пришлось слить Пуш! Господи! Я с Тревелок сейчас полечу Все поразбивать нафиг Ой, хороший баш какой Вот так вот Вот сюда вот этих пацанов Пуш, стороны, ЛЗ Есть Благхолл есть Есть вот это Блин, один замес Я люто, конечно, сломал БКБ, ха, есть Все, есть Все, цепляем Просто и все Пара в наглу Слишком идет Ла маити Га га по имам я удар я без бб я без бб уйдите или топ добейте я попробую радика что-то сделать но 150 секунд меня не будет нек разобрали хорошо минус 4 а пойдет зацепил надеюсь сейчас это принесет нам победу ребятки на серьезно реки блинкуйся по кд ваш там души баша хорошо 150 сек меня не будет жесть байбай батчер сделал но и сейчас ребята умрут это выкачет окно умирает у нас как сейчас володьки не хватает до на крипах для урона дополнительно реки тоже умрет сыр у него еще есть у реки не жмет 80 сек 70 пек я не будет это какой-то трэш я не знаю чисто с горем пополам когда выигрываем пляча делает крыса я отвлекся и до контра волотька там почти готовы было почему статы не дает типа но ультиматор дает статыш да просто статус статы и все так но у них похуже ситуация чем у нас у нас только мид подпушивается да а у них обе стороны 40 сек и рез если честно я не успел отмазать вот тут момент был когда мне чуть-чуть нужно было отмазать и все чуть отмазать надо был я не успел отмазать уже я знал что типа я сдохну я без боевика типа на беге курс все идут 27 секунд нас могут сейчас раз кайтить люто они должны они в бакдор кстати сломать нации ждите пусть ломают 10 сойдет они просто могут сломать и все спектра прыгнула так я пацаны как бы я щас снова свяжу алло так что не дает больше вивер выигрывает нам катку на ровном месте баш вылетел баша нету давайте хорошо бы это все заберут но нету как вы вивера собрались без но купите vision вы чё просто на 70 минут дебилизма реально он тракса 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 еще 30 секунд забрать бы и какой бред ну а вот этот справа уж идите до 10 сек но вивер вернется типа до вивер вернется так у меня курори осталось что там можно до купить вот эту штуку не от вивера ничего нету как своим объяснить что нужно катку катку выигрывать идите ливера надо убить даем вот так вот дорогие сюда всем хорошо еще вот так вот что ли сделать давай рон все трон просто плиз рон я вот этим подэплю он господи я не знаю если б я щас не тп хнулся ой 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 есть ну я и я щас орать буду если мы не заканчиваем это катку это просто треш на кстати хекс решил больше чем линка ребят не хорошо не переживайте насчет каких-то там кнопок других жесть вот это выпатили сегодня катку я не знаю смотрите 19 13 13 12 раз пацаны сдохли это просто лютая тема какая-то так там кто тракса арестнулась да тракса арестнулась тракса арестнулась джи джи очень жесткие какие-то катки сегодня получились ребятки поэтому на этом гайд заканчиваю 73 минуты пота курочкой води это туда контри это туда думай гем купить не могут это жесть какая-то этот вивер таракан которого просто не могут поймать но нету детекшна просто не хотят брать под вивера детекшна ребят у я сейчас нападу стал 73 минуты колотить крипов это очень тяжело ребятки на этом все я заканчиваю этот гайд напишите свое мнение какая катка вам понравилась больше если честно тут блэкхоллов таких не было сочных как в прошлой катки прошлая катка по любому вам больше понравилось я думаю но в целом в общем пишите свое мнение какая катка вам больше понравилась этом все сомбук сэнс до скорого